Демоны среди людей. Часть 1. Бог. 1. Бог есть жизнь и абсолютная сила. 2. Бог создал из своей силы все что существует. Он взял бесконечно маленькие частицы силы и дал им полную свободу самостоятельного существования. Эти частицы силы являются душами живых существ. Он также создал для них различные типы тел. Наиболее известными являются, для примера ангелы, люди и животные. Сознание живых существ образуется как из их души, так и из тела. Поэтому, существа с различными типами тел имеют различные сознания и умственные характеристики. Далее, в процессе жизни, их сознание развивается на основе жизненного опыта и личного выбора. 3. Наши души содержат в себе все качества Бога, абсолютное духовное удовлетворение, мудрость и знание, правду, гармонию, любовь, красоту, честность, совесть, сострадание, скромность, надежность, стабильность, безопасность. Изобилие, роскошь, полезность. Здоровье, талантливость, естественные психические способности, логическое и абстрактное мышление, воображение и изобретательность, здравый смысл, чувство юмора. Семейное счастье, крепкую дружбу, хорошее соседство. Уверенность в себе, удачливость, успех, богатство. Хорошее настроение, хорошие новости, комфорт, вечную молодость, вечную жизнь и все остальные положительные качества. Все хорошее и ценное в нашей жизни, все что мы всегда ищем, чтобы быть счастливыми, приходит к нам из нашей души. Между сознанием и душой существует минимальная естественная внутренняя взаимосвязь. Сквозь эту взаимосвязь мы чувствуем качество своей души, но в минимальной степени. В процессе жизни эти слабые чувства служат нам духовным гидом, показывая, что такое правда и добро в природе, как нам следует себя вести, как построить счастливую личную и социальную жизнь, показывая нам путь к Богу. Душа является глубочайшим подсознанием и из нее мы также получаем свою жизненную силу. Это защитная сила, которая укрепляет и улучшает все наши положительные личные качества, а также направляет развитие жизненных ситуаций в положительную сторону. Жизненную силу в чистом виде мы воспринимаем в виде чувства духовного удовлетворения, счастья и радости. Чем больше мы живем качествами своей души, тем больше раскрывается наша внутренняя взаимосвязь с ней, тем больше жизненной силы мы получаем из нее и тем лучше и счастливее становится наша жизнь. 4. Бог создал миряды цивилизаций живущих абсолютно свободной, счастливой, молодой и бесконечной жизнью на неисчастливых прекрасных планетах, в неисчастливых галактиках, вселенных и пространствах. Это рай и настоящая природа. Это наш духовный дом. 5. Сила есть жизнь. Каждое существо имеющее душу, имеет источник жизни внутри себя и является живым. Демоны 6. В какой-то момент своего существования одно существо решило избавиться от своей души и жить исключительно сознанием. В христианстве это существо называется сатана, также известный как дьявол или люсефер. Некоторые другие последовали за ним и стали демонами. Все они и их поступки называются злом. 7. Когда демоны потеряли душу, они потеряли все хорошие качества которыми обладали. С этого времени они стали противоположными, негативными качествами, такими как абсолютный страх, злоба, жадность, зависть, агрессивность, высокомерие, неблагодарность, бесстыдство, ненадежность, предательство. Также черная магия, секретность, преступление, нестабильность, ложь, глупость, нецензурная речь, неудачливость, несчастные случаи, катастрофы, непонимание друг друга. Вредоносные вирусы, бактерии и яды. Болезни, уродства, плохой вкус и запах, бедность, боль, повседневные проблемы, страдания, старость, смерть и все другое плохое что существует в природе. Эти качества являются концентрированным духовным ядом и умственной инфекцией. Все плохое что существует в природе, является формой существования демонов в нашем мире, проявлением их духовного яда. Так как они не обладают абсолютно ничем хорошим, то они в принципе не способны говорить правду. Делать научные открытия и изобретения. Создавать произведения искусств. Давать или получать что-нибудь хорошее. Получать удовольствие от хороших вещей естественным путем и так далее. Теперь, они могут только обманывать. Воровать открытия, изобретения и произведения искусств, созданные людьми. Создавать проблемы и разрушения. Давать или получать что-нибудь плохое. Получать удовольствие от совершения грехов и преступлений, а также неестественным путем. Когда сознание теряет душу, оно теряет свой бесконечный источник жизненной силы. Без силы сознание неимоверно страдает. Жизненная сила для нашего сознания является тем же, что еда для материального тела. Если мы перестанем есть и пить, то будем сильно страдать, и в конце концов наше материальное тело умрет. Духовные чувства в тысячу раз сильнее и острее физических, так что муки сознания за пределами любого воображения. Эти муки описываются в религиях, как пребывание в аду. Чтобы избежать их, демоны должны были найти другой источник жизненной силы. Так как у них нет души, и они не могут получать ее естественным путем, то они могут получать ее только неестественным путем, воруя ее. Демоны могут воровать жизненную силу у других объектов природы. Они воруют и их жизненную силу, когда причиняют им боль, разрушают и заставляют страдать. Все, что существует в природе, имеет жизненную силу. Соответственно, любой объект природы потенциально может быть использован как источник силы, включая минералы, растения, животных и людей. Но так как люди обладают наибольшим количеством силы, то они и стали главной целью. 8. Существо, не имеющее душу, не имеет источник жизни внутри себя и является ходячим мертвецом-зомби. 9. Демоны не имеют свою жизненную силу, они духовные мертвецы. Поэтому они не способны существовать самостоятельно. Они могут существовать только за счет жизненной силы окружающих живых существ и природы. Они полные паразиты. Воровство жизненной силы является их главной жизненной необходимостью. Они существуют только до тех пор, пока могут ее воровать. Украденная сила становится негативной и является силой, используемой в черной магии. 10. Демоны заперты в специальном тонкоматериальном мире. Так как они не обладают жизненной силой, то они не могут в своих тонкоматериальных телах проникнуть и существовать в нашем грубоматериальном мире, и этим самым мы защищены от них. 11. Но они обладают способностью проникать в подсознание людей. 12. Находясь внутри подсознания человека, они собственно живут в нашем мире и через него могут причинять вред окружающим людям и природе. 13. Как демоны проникают в подсознание человека. Они не способны это делать по своей воле из-за их мира. 14. Духовный канал должен быть открыт с нашей стороны. 15. Человек сам добровольно должен впустить их в свое подсознание. 16. Как человек впускает демонов. 17. Существуют прямой и непрямой пути. 17. Прямой путь, когда он подписывает контракт с сатаной и продает ему свою душу. 18. Когда он поклоняется сатане и практикует черную магию. 18. Непрямой путь, когда он принимает их идеи, свойства и образ жизни и живет ими. 19. Другими словами, когда он совершает грехи и преступления. 20. Например, когда он имеет эгоистические понятия, зависть, жадность, желание контролировать других, желание иметь их собственность. 21. Когда он причиняет людям вред, ворует, обманывает, шпионит, нецензурно ругается, злоупотребляет алкоголем и наркотиками. 22. Когда он становится гомосексуалистом. 23. Человек впускает в себя демонов, когда нарушает золотое правило мышления. 24. Скобка открывается. 25. Оно описано в книге «Естественные законы жизни человека». 25. Скобка закрылась. 26. Способности демонов 11. 26. Тонкоматериальный мир демонов расположен на уровне между нашей душой и сознанием, то есть на уровне нашего среднего подсознания. 27. В своем мире они не умирают. 28. Они знают нас с наших прошлых жизней. 29. Они знают всех наших предков и родственников. 29. Что знает один демон, знают все остальные. 30. Когда один демон особенно ненавидит что-то, остальные тоже будут это ненавидеть и даже их агенты. 30. Скобка открывается. 31. Смотри 22. 32. 57. Скобка закрылась. 31. Будут подсознательно это ненавидеть. 31. Они понимают все языки. 31. Мы не видим их и их мир, но они видят нас и наш мир. 32. Они могут перемещаться намного быстрее. 33. Пули, чтобы переместиться на расстоянии от одного места на земле до противоположного, занимает от 20 секунд до нескольких часов в зависимости от их ранга. 33. Поэтому они могут исчезнуть в одном месте и появиться в другом. 34. Они постоянно невидимо присутствуют возле нас, свидетельствуя все, что мы говорим и делаем. 12. Когда демоны подключились к нашему среднему подсознанию. Скобка открывается. Смотри 17. Скобка закрылась. Они приобрели много преимуществ над нами, включая... 12. 1. Скобка закрылась. Они чувствуют наши глубочайшие страсти и желания в среднем подсознании. Те, о которых мы сами не знаем. Чувствуют наши мысли и эмоции в сознании. 12. 2. Скобка закрылась. Когда мы проходим мимо ряда объектов, таких как рекламные щиты, дома, машины, люди и т.д. В нашем подсознании они могут прикрыть любой объект от нашего сознания, так что мы пройдем мимо и не заметим его. Или наоборот, сделать его более видимым для сознания, так что он будет выделяться на фоне остальных объектов и привлечет наше внимание. 12. 3. Скобка закрылась. В нашем подсознании могут изменить дистанцию до объекта, так что в нашем мире он будет казаться нам дальше или ближе, чем на самом деле. 12. 4. Скобка закрылась. Могут также изменить наше восприятие времени, так что один и тот же промежуток времени будет восприниматься нами длиннее или короче. 12. 5. Скобка закрылась. Когда мы думаем или делаем что-то полезное, они могут отвлечь наше внимание на другую тему на несколько секунд. Скобка открывается. Или подстроить отвлекающую ситуацию во внешнем мире. Скобка закрылась. В надежде что мы забудем и перестанем это делать. 12. 6. Скобка закрылась. Могут ухудшить нашу память и заставить нас забыть об определенных вещах. Например, когда человек сделал что-то хорошее для людей, вскоре многие из них об этом забывают и бывают неблагодарны. После выбора политика, многие люди забывают о его предвыборных обещаниях и не требуют их исполнения. 12. 7. Скобка закрылась. При определенных условиях они могут заразить нас своими демоническими идеями и впечатлениями и силой удерживать их в нашем подсознании и, соответственно, в сознании. Это навязчивые, маниакальные и параноидальные идеи. Для примера, криминальные, суицидальные, гомосексуальные и другие. Это умственная инфекция. Очень цепкая и живучая. Чтобы ее преодолеть, требуется много знаний, усилий и времени. 12. 8. Скобка закрылась. Когда они раздражают подсознание человека, тогда все в его жизни начинает сильно и неконтролируемо его раздражать без видимых на то причин. Скобка открывается. Смотри 120. Организованное преступное преследование. Скобка закрылась. 12. 9. Скобка закрылась. Они могут в некоторой степени воздействовать на наши подсознательные эмоциональные центры и чувства. Например, когда мы видим незнакомого человека. Скобка открывается. Как противоположного, так и своего пола. Скобка закрылась. Могут активизировать наш центр любви и доверия, чтобы мы, например, подружились, женились, дробь вышли замуж, проголосовали за него на политических выборах и так далее. Или наоборот, активизировать наш центр злости подозрения, чтобы разделить нас и сделать врагами, заставить проголосовать против и так далее. Когда кто-то в критической ситуации рисковал собой, чтобы нас спасти, могут дать впечатление, что это была незначительная помощь. Когда другой слегка помог в маловажной ситуации, впечатление, что он пожертвовал собой ради нас. Когда кто-то говорит правду, впечатление, что он обманывает. Когда другой обманывает, впечатление, что он говорит правду. Когда говорит умный человек, могут дать впечатление, что он примитивный. Когда говорит примитивный, впечатление, что он умный. Когда один дружелюбно шутит, впечатление что он издевается над нами. Когда другой действительно издевается, впечатление что он шутит. Если у человека тяжелые чувства, по какому-то поводу, например по поводу жизненной ошибки, которую он сделал или формы своего тела, то они могут значительно усилить эти болезненные чувства, чтобы он всю жизнь страдал. Могут усилить наш страх в определенных ситуациях, чтобы остановить нас от совершения какого-то поступка или заставить подчиняться. Говоря общим языком, они могут дать нам любое впечатление в любой ситуации, а также увеличить или уменьшить их значение. Около 98% всех наших повседневных идей и впечатлений или даны нам, или искажены демонами. Мы живем в духовной темноте. 13. Демоны могут отравлять жизненную силу людей, жизненных ситуаций, материальных предметов и животных. Другими словами, они могут инфицировать, блокировать, нарушать ее поток. Скобка открывается. Циркуляцию. Скобка закрылась. Проклинать, накладывать заговор. Скобка открывается. Сглаз, порчу. Скобка закрылась. На нее. Эта способность известна нам, как черная магия. Черная магия является главной способностью и оружием демонов. С помощью черной магии они воруют нашу жизненную силу и делают нас слабыми. Обманывают и контролируют нас. Блокируют наши естественные психические способности. Гипнотизируют и удерживают наш разум в постоянно спящем состоянии. Создают все существующие наши жизненные проблемы. Вот несколько примеров. А. Скобка закрылась. Каждое живое существо на Земле имеет подсознательный страх, потому что демоны отравили. Скобка открывается. Заразили. Скобка закрылась. Всех этим. Скобка открывается. Своим. Скобка закрылась. Страхом. Б. Когда они отравляют общую жизненную силу человека, тогда она в ответ уменьшается. В результате этого вся его жизнь замедляется, что проявляется в виде постоянного чувства усталости, неуверенности, одиночества, подавленности и боязни. Его здоровье и память ухудшаются. Ему становится труднее думать, учиться и добиваться успехов. С ним начинают происходить несчастные случаи и конфликты с другими людьми. Он становится более легко контролируемым и так далее. В общем, все хорошее в его жизни уменьшается, а все плохое увеличивается. В. Когда они могут отравить определенную ситуацию. Например, если отравлена семья, то члены семьи перестанут понимать друг друга и у них появятся проблемы. Г. Скобка закрылась. Когда отравлен материальный предмет, он становится несчастливым. Именно такие предметы случайно ломаются, теряются, воруются или служат причиной для других проблем. Скобка открывается. Мы говорим этот предмет, сглазили ли это проклятый предмет. Скобка закрылась. Если предмет является нашей собственностью, которую мы любим, например семейной ценностью, или даже домашним животным, то он станет неприятным и его присутствие даже начнет нас раздражать. 14. Демоны существуют в нашем мире в виде их идей, качеств, ценностей и образа жизни. Чёрная магия и заклинания являются одной из форм существования демонов в нашем мире. Когда их агенты накладывают заклинания на людей, демоны проникают и живут внутри этих людей в виде заболеваний, бедности, неудачливости или чего-то другого в зависимости от типа заклинания. Накладывая заклинания на людей, агенты заражают их демонами и тем самым распространяют эту смертоносную духовную инфекцию. 15. Все наши повседневные несчастные случаи и негативные случайности. 16. Скобка открывается. Начиная от ушиба на огеобножку кухонного стола и заканчивая крупнейшими катастрофами. Скобка закрылась. Создаются демонами изнутри нашего собственного подсознания и подсознания их агентов при помощи нарушения циркуляции. 16. Жизненные силы окружающих ситуаций. Случайности не могут существовать в принципе. Все что происходит, является закономерным следствием предшествующих условий. Случайности только тогда случайности, когда мы не знаем породивших их причин. 16. Но они не могут по своему желанию безгранично и в любое время причинять вред всем окружающим. У них много ограничений, ответственностей и жестоких последствий. 17. Очень давно демоны при помощи обмана подключились к нашей естественной внутренней взаимосвязи с душой в среднем подсознании и отравили ее. В результате эта взаимосвязь почти перестала функционировать, стала минимальной. С тех пор мы получаем только 3-5% от нашей жизненной силы, счастья и райской жизни. Их яд сделал нас несовершенными, как психологически, так и физически. Психологически мы потеряли свои естественные психические способности. Мы отдалились от правды и в результате этого теперь не видим ее сразу, но должны думать, чтобы ее понять. Наши естественные непосредственные внутренние ощущения окружающего мира значительно уменьшились и взамен значительно увеличились искусственные внешние эмоции. Физически наше тело стало грубоматериальным, плотным. Это тело может иметь боль и заболевания и в конечном итоге стареет и умирает. Когда мы потеряли свою жизненную силу, и наше тело стало плотным, мы опустились в грубоматериальный мир, в котором находимся сейчас. Здесь мы должны тяжело работать, чтобы добиться чего-либо. Мы зараженные демонами и цивилизации. Мы дефис спящие. Скобка открывается. Загипнотизированные. Скобка закрылась. Цивилизации. 18. Демоны отравили. Скобка открывается. Закрыли. Скобка закрылась. И охраняют нашу внутреннюю взаимосвязь с душой с нашей стороны. Это означает, что вначале располагается грубоматериальный мир вместе с нами, затем тонкоматериальный мир с демонами, затем отравленное место в нашей внутренней взаимосвязи с душой в среднем подсознании, и затем располагается безграничная райская природа, наша душа. Таким образом, этот микроскопический грубоматериальный мир стал для нас ловушкой заперта изнутри, наподобие закупоренного кувшина. По этой причине духовные цивилизации живущие в бесконечной природе, так называемые доброжелательные инопланетяне, не могут проникнуть в этот мир и спасти нас. 19. Демоны удерживают нашу цивилизацию здесь на протяжении многих тысячелетий. Единственный выход из ловушки. Скобка открывается. Из самого грубоматериального мира. Скобка закрылась. Сквозь нашу собственную естественную внутреннюю взаимосвязь с душой. Как мы можем победить демонов, стоящих на нашем пути, выйти из ловушки, вернуться домой и снова стать свободными? В повседневной жизни мы можем выбрать жить качествами своей души. Чем больше мы ими живем, тем больше мы раскрываем свою внутреннюю взаимосвязь с душой. Когда человек сам раскрывает свою внутреннюю взаимосвязь, тогда демоны не могут снова ее закрыть. Сила человека превыше способностей демонов. Когда человек полностью раскрывает свою взаимосвязь, тогда его демоны полностью теряют свою силу, и их печати на выходе из ловушки разламываются, и он возвращается домой победителем, воссоединяется со своей душой и полностью становится сам собой, становится совершенным. Это навсегда. Он больше никогда не будет иметь проблем, потому что он их победил. Говоря религиозным языком, он спас себя. Кроме этого, все окружающие люди, кто не продал себя демонам, не имел их в себе и не служил им, будут спасены вместе с ним. 20. Но демоны охраняют выход из ловушки очень хорошо. Чтобы удержать нас здесь, они отдаляют нас от нашей души и духовности и взамен навязывают свои демонические идеи и материальные ценности. В нашем подсознании они постоянно показывают нам свои идеи и способности, чтобы нас соблазнить, но это наш выбор, или принять и жить по ним, или нет. 21. Когда человек принимает демонические идеи и способности, демон проникает и живет в его среднем подсознании. Человек не способен видеть демона и не знает о его присутствии. Демон становится его подсознанием. Его мысли и желания доминируют и становятся мыслями и желаниями человека, но человек этого не замечает и воспринимает их, как свои собственные. Так как демон доминирует психологически, то, следовательно, он доманирует и физически. Это означает, что если демон, например, решит пойти, то человек пойдет и будет очень удивлен и напуган, почему его тело шагает самостоятельно против его воли. Конечно, демоны никогда не демонстрируют эту способность ни самому человеку, ни окружающим людям, чтобы не раскрыть своего присутствия. Но они используют ее в определенных важных ситуациях и бег свидетелей, часто чтобы заставить человека совершить самоубийство. Например, на протяжении истории многие высокопоставленные чиновники находящиеся под следствием совершают самоубийство не потому что сами так решают, но потому что их демоны их заставляют. 22. Люди впустившие в себя демонов становятся агентами сатаны. 23. Скобка открывается. Сатанистами, полудемонами, духовными паразитами, слугами зла, большеротой нацией, полузомби и так далее. Скобка закрылась. Они являются библейской армией сатаны, армией Армагеддона. Присутствие демонов в человеке и его способность контролировать сознание и тело человека бывает выражено в различной степени. Чем больше человек принимает демонических идей и совершает грехов, тем слабее становится его внутренняя взаимосвязь с душой и тем глубже демон проникает в него. Соответственно, демон приобретает больше власти над ним. В определенный момент внутренняя взаимосвязь разрывается полностью и человек теряет свою душу, теряет право свободного выбора и перестает быть личностью. В этот момент демон полностью проникает в человека и живет в его теле вместо него самого. Демоны приобретают абсолютную власть над таким человеком и он становится их полным рабом. Это навсегда. Из этого нет выхода и нет возврата. Такие люди не могут быть спасены. 23. Человек может иметь одного или несколько демонов в подсознании. Однажды проникнув в него, они могут покидать и возвращаться в любое время. Чтобы покинуть или вернуться в человека, им требуется около 6 секунд. Они не находятся в человеке постоянно, но обычно проникают в него, чтобы совершать грехи и преступления в нашем мире. Снаружи это выглядит так, как будто это человек их совершает. Когда человек убивает агента, тогда он возвращает обратно часть своей жизненной силы, которую они украли у него и его семьи. Но этим он не убивает демонов внутри агента, а только закрывает их канал в наш мир. В этом случае они найдут другой канал. 24. Находясь в подсознании человека, демон по своему желанию может показать себя ему, его сознанию. В этом случае человек будет видеть его в окружающем мире, и они могут разговаривать и дотронуться друг до друга, как два обычных человека. Но окружающие люди не будут видеть демона, потому что он все еще находится в подсознании человека. Для них будет выглядеть так, как будто человек разговаривает сам с собой. 25. Демоны в нашем подсознании могут принять любую форму. Они постоянно присутствуют в наших снах, охраняя нас от освобождения из ловушки и воссоединения с нашей душой. 26. Во сне, когда мы идем и наши наоги становятся очень тяжелыми, или мы в глубокой темной пещере и не можем найти выход, или в маленькой лодке, которая начинает тонуть, или кто-то гонится за нами, все эти и другие кошмары создаются демонами и находящимися в наших снах. Так они блокируют наш выход из ловушки. 26. Часто они принимают форму членов наших семей, друзей и знакомых, чтобы воздействовать на наши чувства и манипулировать нами. Они могут принять форму змей. Если во сне змея кусает человека, то это означает, что агенты несколько дней назад успешно наложили на него заклинание. 26. Чем больше человек живет качествами и ценностями своей души, 27. Тем более он развит и тем лучше он видит присутствие демонов. 28. Такие люди могут отличить свои собственные мысли и желания от мыслей и желаний демонов, поэтому очень тяжело обмануть и проникнуть в них. 29. Чем меньше человек живет качествами и ценностями своей души, тем менее он развит, тем хуже он отличает добро от зла и видит присутствие демонов. 30. Такие люди обычно руководствуются в своей жизни только идеями приобретения власти, денег и продвижения по службе. 31. Когда демоны показывают им свои демонические способности как тайно манипулировать окружающими людьми, чтобы достичь свои корыстные цели, они радостно их принимают. 31. Они являются легкой добычей для демонов и миллиардами становятся их агентами и вскоре после этого дефис рабами. 27. Так как демоны чувствуют наше подсознание и сознание, то их почти невозможно обмануть. 27. Мы можем их победить только при помощи правды, открыто. 28. Каждый человек имеет обоюдоострый меч, который их поражает, этим мечом являются совесть и честность. 28. Дополнительные детали 28. Бога, природу и всех живых существ демоны воспринимают как врагов. У них нет подсознания, но есть сознание и простая психология. Они яростно пытаются причинить вред и разрушение всему окружающему миру. 29. Их ум сделан из злобы, поэтому им не нужна причина ненавидеть. 30. Они ненавидят все, что видят просто по своей природе. 31. Невозможно стать их компаньоном, любимцем или другом. 31. Особенно они ненавидят, когда мы молимся Богу, когда мы счастливы, когда у нас хорошие семьи, хорошие друзья, хорошая работа, даже хорошая одежда на нас. 32. И даже еще больше, когда смеются женщины и визжат от радости дети. 33. Они ненавидят, когда мы талантливы, умны и образованы, когда мы создаем произведения искусств, делаем научные открытия, которые улучшают нашу жизнь. 34. Все, что мы любим и ценим больше всего в нашей жизни, они ненавидят больше всего и стремятся разрушить с наибольшей яростью. 35. Когда им удается разрушить наше счастье, они получают только короткое послабление от своих мук. 36. Поэтому, чтобы существовать, они прокляты безостановочно причинять вред и страдания окружающему миру. 29. Когда обычный человек ненавидит другого, то это сильно не влияет на второго человека. 30. Но агенты являются другими по своей природе. 31. Они подключены к нашему подсознанию через находящихся в них демонов. 31. Поэтому их концентрированная злоба напрямую отравляет наше подсознание. 32. Мы не защищены от них. 33. Их яд блокирует нашу минимальную внутреннюю взаимосвязь с душой и делает нас еще слабее. 34. Это далее ухудшает нашу психику. 35. То, как мы думаем, чувствуем, воспринимаем окружающие события и реагируем на них. 36. Яд злобы, зависти и других демонических качеств, слов, поступков и заклинаний, также нарушает циркуляцию жизненной силы между нами и окружающим миром. 36. В результате этого наши жизненные ситуации начинают развиваться дисгармонично и становятся негативными, так что мы можем заболеть, попасть в несчастные случаи, в конфликты и так далее, в зависимости от того, какие ситуации были отравлены. 37. Различные заклинания предназначены для нарушения циркуляции жизненной силы в различных ситуациях. 38. Нашей самой большой проблемой в отношении демонов является тот факт, что мы видим только обычных преступников и преступления, которыми занимается полиция. 39. Так как демоны существуют в тонком материальном мире и в подсознании людей, то мы не видим их и их преступления. 40. Мы видим только результат дефис все наши жизненные проблемы и страдания. 41. Например, многие сатанисты на людях очень вежливы и дружелюбны, но в это же время сильно отравляют и блокируют наше подсознание. 42. Так как большинство людей это не видит, то они воспринимают их, как порядочных и, соответственно, любят, доверяют и даже защищают их. 43. Только небольшое количество людей видит скрытую правду, видит, что на самом деле происходит снаружи, однако, они не могут это объяснить другим людям и не могут винить сатанистов, потому что никто не может их винить за то, что они очень вежливы. 44. Этот факт делает сатанистов очень радостными и позволяет им отравлять людей на протяжении тысячелетий. 45. Так как такие преступления невидимы и не имеют вещественных доказательств, то полиция ими не занимается. 31. Когда демоны потеряли душу, они потеряли все положительное, что существует в природе и даже сам контакт с природой. Таким образом, они не обладают абсолютно ничем хорошим, ценным или полезным. По этой причине они в принципе не могут дать ничего хорошего, даже деньги. Если демоны что-то имеют, значит они это украли у кого-то. Они дают людям украденные вещи, чтобы сделать их соучастниками воровства, сделать их виновными. Любые контракты, переговоры или контакты с ними закончатся только вечными муками. Это единственный и конечный результат, который они истинно имеют для себя и в который жаждут втянуть людей. Их демонические качества являются таким концентрированным психическим ядом, что человек не в состоянии справиться с ним ни психологически, ни физически. Если демон напрямую покажет человеку всю глубину своей злобы, то эта ужасающая картина испепелит сознание человека, спровоцирует у него сердечный приступ, и он мгновенно умрет. Когда у них и их агентов есть такая возможность, они используют это как один из методов порабощения людей. Они показывают людям малую часть своей злобы, пугают их до полусмерти и заставляют их подчиняться и служить. 32. Для демонов все люди, включая их собственных агентов, в первую очередь являются источником пищи. Они питаются нашей жизненной силой. Как мы никогда не можем перестать дышать воздухом и употреблять пищу, так же и они никогда не могут перестать употреблять нашу жизненную силу. Существует только одно условие, при котором они перестанут, когда их нет среди нас. Если они существуют среди нас, то это означает, что они тайно или явно, тем или иным путем, но причиняют вред и питаются нами. Наша планета превратилась в пищевую ферму демонов. В виде общего правила, они не заинтересованы, чтобы мы быстро умирали, а наоборот, чтобы мы жили долго и они могли долго нами питаться. Когда мы напуганы или в горе, наша жизненная сила безвкусная и гойкая. Когда мы счастливы, наша жизненная сила сочная и вкусная, в буквальном смысле слова. Более того, когда человек страдает слишком много или слишком долго, то он психологически закрывается, что является естественной реакцией самосохранения. Он перестает реагировать на проблемы и страдать. Так что демоны больше не получают удовольствия. Поэтому, в противоречии своей злобе к нам, они заинтересованы, чтобы мы иногда были слегка счастливы на короткий промежуток времени, только чтобы поддерживать нас живыми и вкусными. Но они абсолютно не терпят, чтобы мы стали действительно счастливы или счастливы на длительное время. Мы чувствуем себя счастливыми, потому что сами пользуемся своей жизненной силой. В это время демоны не могут ее получить и испытывают ужасные мучения. Тот факт, что мы имеем внутри себя бесконечный источник жизненной силы, а они нет, заставляет их неистово нас ненавидеть. И они с нетерпением ждут следующие возможности причинить нам боль. Поэтому мы имеем в жизни белые и черные полосы. Например, на социальном уровне наши правительства и секретные службы дают нам пару десятилетий относительного процветания, а затем создают очередной экономический кризис и ломают жизни миллионов людей. После некоторого мирного времени они развязывают новую войну. Когда мы побеждаем одно заболевание, они тайно создают и распространяют другое. На персональном уровне, когда кто-то на земле становится по-настоящему счастливым, окружающие сатанисты мгновенно это чувствуют любыми путями и методами, стараются разрушить его дробь и ее счастье. Как демоны воруют нашу жизненную силу? 33. Существует много путей, которыми демоны воруют нашу жизненную силу. Они делятся на пассивные и активные. Пассивные. 34. Само присутствие сатаниста. Скобка открывается. С демоном внутри. Скобка закрылась. Среди нас пассивно понижает. Скобка открывается. Ворует. Скобка закрылась. Нашу жизненную силу и ухудшает все вокруг. Это происходит само по себе. Вот несколько хороших аналогий. Если среди нас находится радиоактивный предмет, то никто не будет видеть или чувствовать радиацию, но все получат дозу облучения и у многих разовьется рак крови. Если это глыба льда, то всем будет постоянно холодно даже если лед ни до кого не дотрагивается. Если это дурно пахнущий объект, то запах будет стоять везде даже если объект прячется. Примеры. 35. Чем больше сатанистов живет в обществе, тем более неприятным, бессмысленным и безысходным будет становиться все в жизни. Окружающие люди будут чувствовать себя уставшими, подавленными и нервными. Будет происходить больше несчастных случаев и катастроф. 36. Если сатанист живет рядом с твоей семьей, то членам семьи будет труднее любить и понимать друг друга. Дети будут расти более слабыми и капризными. Они будут иметь склонность к обману и злоупотреблению алкоголем и наркотиками. 37. Если ты готовишь еду и в доме находится сатанист, то твои блюда будут менее вкусными, чем обычно. Мелкие неприятности могут произойти с тобой в процессе приготовления еды и даже за несколько часов до его прихода или несколько дней после. 38. Органические. Скобка открывается. Генетически неизмененные. Скобка закрылась. Продукты в твоем холодильнике испортятся заметно быстрее, если сатанист откроет холодильник и посмотрит на них. Чеснок может позеленеть в цвете. 39. Если сатанисты работают в твоей фирме, то ты потеряешь деньги, удачу и в конечном итоге можешь потерять фирму, потому что оборудование будет ломаться более часто, выгодный контракт обойдет стороной, хорошие работники уволятся и так далее. 40. Сам факт того, что сатанист шпионит за окружающими людьми, пассивно понижает их жизненную силу, делает их слабее и порождает проблемы в их жизни. 41. Если ты стоишь в нескольких метрах от сатаниста, то негативная сила в его подсознании почувствует тебя и начнет медленно на тебя течь. Большинство сатанистов сами об этом не знают. Время может быть от 1 до 20 минут в зависимости от условий. В результате этого твоя концентрация и память слегка ухудшатся, ты потеряешь удачу и так далее. Это временные нарушения. Но если ты постоянно находишься вблизи сатаниста, например на работе, то у тебя произойдут более глубокие и постоянные нарушения. Твоя иммунная система ослабнет и у тебя может развиться серьезное заболевание, включая рак. Более того, негативная сила из тебя будет дальше течь на окружающих людей, например на членов твоей семьи, и у них могут развиться заболевания и другие жизненные проблемы. Негативная сила Дефис это осознанное и тонкоматериальное вещество и самые смертоносные и заразительные инфекции в природе. 42. Все наши хорошие качества и поступки исходят из нашей души, из глубины сердца. Когда мы ими пользуемся, мы раскрываем свое сердце. Скобка открывается. Духовный канал. Скобка закрылась. Человеку с которым общаемся и с этого момента больше не защищены от него. Сатанисты злоупотребляют этим фактом. Они причиняют боль нашему раскрытому сердцу и тем самым крадут нашу жизненную силу. Например, мы раскрываем себя, когда дружелюбно разговариваем с ними, особенно когда делимся чем-то личным и важным, таким как наши предпочтения, желания и планы на будущее. В этот момент, даже если они не причиняют нам боль снаружи, их негативная сила невидимо проникает и отравляет нас, что в нашем будущем проявится в виде новых жизненных проблем. Поэтому многие сатанисты умело притворяются нашими друзьями и наслаждаются задавать нам вопросы. Даже глупые вопросы, лишь бы держать нас раскрытыми. Агенты секретных служб, работающие владельцами салонов красоты, парикмахерами и таксистами, определенно являются лидерами в таком задавании вопросов. 43. Как мы можем защитить себя от сатанистов, задающих вопросы? Это довольно просто. Мы не раскрываем себя им в двух случаях. Во-первых, когда целенаправленно их игнорируем, не обращаем внимания на вопросы и не отвечаем на них. Во-вторых, когда целенаправленно даем им неправильные ответы. Нельзя говорить правду сатанистам. Нет добра для зла. Также существует идеальный, но трудный метод. Это научиться себя контролировать, научиться во время любого разговора открывать, или нет, свою душу по своей воле. 44. Что чувствует человек, когда теряет жизненную силу? Во-первых, все негативные чувства и эмоции являются следствием потери некоторого количества жизненной силы. При значительной потере он чувствует неприятную внутреннюю пустоту, чувствует, что что-то потерял в глубине души, потерял часть себя, своего. Я. В критических случаях может испытывать физическую слабость, головокружение и рвоту. Он чувствует, что потерял духовную защиту, стал уязвимым перед окружающим миром и теперь что-то плохое может произойти с ним в жизни. 45. Все мужчины по природе являются защитниками семьи, и их души раскрываются труднее. Души женщин и детей раскрываются легче, особенно когда они одни. Когда жена рассказывает сатанисту что-то о своем муже, то она раскрывает его душу. Через этот канал сатанист украдет жизненную силу ее мужа, а также ее собственную и их детей, так как они являются единой семьей с общей жизненной силой. В меньшей степени, любой родственник или друг может таким же образом раскрыть. Скобка открывается. Предать. Скобка закрылась. Другого родственника или друга. Еще в меньшей степени, любой человек на земле может раскрыть любого другого человека, потому что мы все являемся единой цивилизацией, единой семьей. 46. Мы также раскрываем себя сатанистам, когда любим, доверяем, уважаем, восхищаемся ими. Когда улыбаемся и желаем им что-либо доброе, даже доброе утро. Когда помогаем и защищаем их. Также когда боимся, злимся, стесняемся, сочувствуем им и так далее, так как все это означает, что мы подсознательно встали на их сторону и поддерживаем их. Поддерживать зло это большой грех. Когда хорошие люди. Скобка открывается. Включая религиозных людей. Скобка закрылась. Поддерживают зло. Они значительно теряют свою жизненную силу и вскоре страдают от трагических последствий, как наказание. Когда мы помогаем сатанисту, тогда хороший человек где-то на земле не получает заслуженную им помощь. Мы сами не получим помощь в будущем, когда будем нуждаться в ней больше всего. Если сегодня мы дадим свою еду сатанисту, то в будущем наша еда или испортится, или ее украдут, или произойдет что-то подобное, в результате чего мы и наша семья останемся голодными. Если мы подвезем сатаниста, то вскоре наша машина может поломаться. Все это является проявлением природного закона, закон сохранения энергии. Если мы не раскрываем свою душу злу, то оно не может проникнуть в нас и нашу жизнь. Поэтому, на протяжении всей истории демоны раскрывают нас разными методами. Один из них – это заражение нас и их собственными идеями и качествами. Другой дефис распространения ложной мирной идеи о том, что люди должны быть хорошими для всех, то есть не должны различать добро от зла и должны относиться к ним одинаково. Скобка открывается. Любить, помогать и прощать сатанистов точно так же, как и хороших людей. Скобка закрылась. Одновременно с этим, чтобы поддержать эту идею, в нашем подсознании они активизируют такие наши качества, как доброта, терпение и желание помочь ближнему своему. Эта мирная идея является обманом, духовной ловушкой, и при помощи этого они выживают и процветают среди нас. Все, что сегодня имеют сатанисты, социальную власть, роскошную жизнь, богатство, здоровье, счастье, удачливость, самоуверенность и так далее, это наши качества, которые они украли у нас, через нашу доброжелательность к ним. Правда заключается в том, что Бог создал все хорошее только для хороших людей. Ничего хорошего не было создано для зла, которое тогда еще не существовало. Затем, когда некоторые существа добровольно решили стать злом, Бог создал для них только одну единственную вещь – ад. Таким образом, когда мы хотим быть хорошими для зла, то мы тем самым идем против Бога. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Также, если мы все уничтожаем зло, когда оно существует в нашей жизни в виде зубной боли и болезней, голода и нищеты, катастроф и войн, то почему мы должны любить и поддерживать его, когда оно существует в виде сатанистов? 47. Зло в виде демонов, сатанистов и всех повседневных проблем существует в нашей жизни только потому, что мы сами, по доброй воле, но не осознавая этого, впускаем его в свою жизнь. Счастливая и богатая личная жизнь возможна только тогда, когда в ней нет зла. Как мы можем уничтожить зло? Чтобы уничтожить зло, нам не надо сражаться против него, а надо просто научиться распознавать сатанистов, прячущихся среди нас, и мирно перестать впускать их в свою жизнь, всегда и в любой ситуации, держать их на расстоянии от себя. Когда мы не кормим зло, оно отмирает само по себе. 48. Когда сатанист физически дотрагивается до чего-либо, скобка открывается, даже смотрит на это или слышит, скобка закрылась, тогда он портит это еще больше. Поэтому в некоторых религиях запрещается быть дотронутым незнакомцем. Наиболее разрушительными для человека, особенно для женщин и детей, являются последствия сексуальной взаимосвязи с сатанистами. Результатом этого может быть будущая личная трагедия и даже такое серьезное заболевание, как рак. У женщин может развиться рак молочных желез или шейки матки. Если девушка потеряла свою девственность с сатанистом, то наиболее вероятно, что она больше никогда в жизни не будет иметь оргазмы или будет иметь слабые оргазмы. Когда один из супругов имеет сексуальную взаимосвязь с сатанистом, тогда другой супруг дробь, а значительно теряет свою жизненную силу. Один супруг платит за предательство другого. Второй супруг дробь, а в ближайшем будущем может получить физическую травму или проблемы на работе. Если это муж, то позже у него может развиться преждевременная эликуляция, он может стать импотентом и так далее, а сатанист, укравший его жизненную силу, станет сексуально активным, самоуверенным и надоедливо радостным. 49. Сатанисты крадут жизненную силу не только у человека, но и у его материальных принадлежностей. Когда человек покупает дом, сатанист хочет войти в него первым. Если это машина, он хочет первым ее поводить. Если это украшения, он хочет их примерить и т.д. Как общее правило, они хотят первыми дотронуться до предмета, владеть им на короткое время, даже сфотографировать. Этим самым они крадут девственную силу объекта и он становится несчастливым. Дом будет чувствоваться менее комфортабельным, машина может поломаться, украшения могут быть потеряны или украдены. Таким же образом, жизненная сила может быть украдена и у предметов, которыми мы обладаем более длительное время. Активные. 50. Но демоны не являются пассивными. Они всегда жаждут активно наслаждаться нашими страданиями. Их агенты постоянно и максимально причиняют боль всей цивилизации и природе. Они активно крадут нашу жизненную силу в больших количествах, когда накладывают на нас заговоры, когда причиняют нам эмоциональную боль, делают нас депрессивными, одинокими и напуганными. Когда разрушают наши семьи и дружбы. Когда становятся нашими правителями и заставляют нас платить им ужасное количество налогов. Когда целенаправленно создают экономические кризисы, чтобы сделать нас банкротами и отобрать нашу собственность. Когда усложняют все в нашей жизни. Когда мы получаем из их средств массовой информации переделанные новости. Когда они отрицают правду и распространяют ложь. Когда у нас плохая погода. Когда гибнут наши посевы и скот. Когда они генетически изменяют наши продукты питания. Когда они инфицируют нас заболеваниями. Когда мы стареем и когда мы умираем. Чем больше страданий они нам причиняют любыми возможными путями, тем больше удовольствия они получают. Наши страдания это их удовольствия. Наши удовольствия дефис это их страдания. До тех пор, пока мы не научимся распознавать сатанистов и будем позволять им свободно жить среди нас, мы будем страдать. И мы будем страдать по закону, если они являются нашими законодателями. 51. Я бы хотел описать такой широко неизвестный людям феномен как воровство жизненной силы персональных качеств. Жизненная сила любого психологического или физического качества человека может быть украдена и использована другим человеком, точно так же как обычный материальный предмет. Например, сила глаз, носа, губ, кожи, волос, ногтей, формы тела. Сексуальная привлекательность, сексуальная выносливость, размера полового члена, размера и формы женской груди, размера влагалища. Сила голоса, смеха, жестов. Также сила удачливости, денег, здоровья, красоты, физическая сила. Сила юмора, знаменитости, памяти, самоуверенности. Сила кулинарных навыков, водительских навыков, любых навыков. Например, если у человека живые, выразительные, полные чувств в глаза, и их сила была украдена, то они станут тусклыми и невыразительными. Если у него красивые, густые волосы, после кражи их силы они будут выглядеть как мертвая сухая солома, будут легко ломаться. Если он певец, то его голос потеряет специальные вибрации и будет звучать как обычный. Если это деньги, то человек обнаружит, что за равное количество денег он странным образом может купить меньше товаров, чем прежде. Такое чувство, что деньги исчезают, как вода сквозь песок. Если это хороший водитель, то он начнет делать аварии, а плохой водитель, укравший силу его водительских навыков, будет чудодейственным образом их избегать. 52. Сила персональных качеств может быть украдена при помощи черной магии, сильной зависти или несправедливых социальных и банковских систем. Сила качеств может быть украдена одним человеком у другого, группой людей у других людей, или одной стороной у других стран. Современные развитые страны имеют значительную часть своей хорошей жизни за счет воровства жизненной силы у стран третьего мира и у природы. Внутри страны некоторые официальные личности ведут роскошную жизнь не потому, что они умны, полезны для общества и улучшают жизнь людей, а прямо наоборот, потому что они сатанисты, тайно причиняющие вред людям и живущие за счет их страданий жизненной силы. На личном уровне, когда человек идет к частному экстрасенсу, чтобы улучшить свое денежное положение, удачу, здоровье или что-нибудь еще, в большинстве случаев он получает жизненную силу, украденную у других людей, часто у его собственных родственников и друзей. Пользуясь краденной силой, человек принимает участие в тяжком духовном преступлении, даже если он не хочет думать об этом. Когда придет его время, он заплатит полную цену. Все это является проявлением природного закона, под названием закон сохранения энергии. Этот закон гласит, что ничто не приходит из ниоткуда и ничто не исчезает в никуда. Если что-то появилось в одном месте, значит что-то исчезло в другом месте. Если кто-то не создал свою счастливую жизнь естественным образом, а получил ее искусственно, то это означает, что она была украдена у другого человека, который теперь страдает. Если человек не заработал свои деньги, но сделал их, то это означает, что кто-то потерял свои честно заработанные деньги и теперь находится в нищете. Так что, когда мы видим мать-одиночку, которая забыла как смеяться потому, что вынуждена работать на двух или трех работах, чтобы купить еду для своих детей и оплатить счета от больших корпораций, то мы должны знать, что ее жизненная сила в буквальном смысле слова была у нее украдена. 53. Все плохое, что происходит с нами на протяжении жизни, является отображением целенаправленно украденной у нас жизненной силы. 54. Как мы можем отличить, является ли человек добропорядочным и живет своей собственной жизненной силой, или же он является вором и живет украденной? Это довольно просто. Мы должны смотреть вовнутрь человека, под внешность, которую он нам показывает. Как общий психологический статус, добропорядочные люди честные, открытые и уважают окружающих. В их компании приятно находиться. Они чистосердечные и живые в общении. Если они, например, писатели, то они бывают переполнены идеями и чувствами и по этой причине пишут. Настоящие писатели обычно имеют писательские наклонности с детства. Мы можем видеть, что их персонажи и характеры порождаются в глубине их души. Они честно трудятся и зарабатывают свои деньги. Затем, если сила таланта писателя была украдена, то мы можем видеть, что он по-прежнему талантлив в глубине своей души. Он по-прежнему имеет свое воображение и идеи, но теперь не может перенести их изнутри и наружу, не может найти подходящие слова, чтобы их выразить. Это выглядит так, как будто его талант пойман в ловушку в глубине его подсознания, покрыт непроницаемой вуалью. Можно ли помочь талантливому человеку, чья сила была украдена? Да, можно. Если окружающие люди будут бескорыстно духовно помогать и поддерживать его, то они и послужат для его таланта, как проводники из подсознания на поверхность. Его сила начнет течь сквозь эти проводники, минуя вуаль. Когда сила начинает течь, она быстро самовосстанавливается, и вскоре он избавится от вали и снова станет сам собой. 55. Теперь давайте посмотрим на воров. Подавляющее большинство из них являются агентами секретных служб. На это есть две причины. Во-первых, потому что их очень много на всех службах и работах по всей стране. Во-вторых, потому что они обучены воровать жизненную силу людей, так они контролируют все общество. Воры духовно неразвитые и бездарные люди по этой причине вынуждены воровать жизненную силу у развитых и талантливых людей, чтобы скрыть их демонические намерения и поступки. Их тренируют всегда улыбаться, быть вежливыми и дружелюбыми. Но в редких случаях они теряют самоконтроль и тогда мы видим какие они злобные, жадные и завистливые. Украв сил, например, у талантливого писателя, у них неожиданно появляются новые идеи, слова начинают сами по себе складываться в довольно приличные предложения и довольно быстро они могут закончить очередную книгу. Бывает такое впечатление, что писательские идеи текут в них откуда-то со стороны, и это на самом деле так есть. Но если мы посмотрим глубже, то увидим, что под этим потоком у них нет своих собственных идей. Как общее правило, когда агент ворует чью-то жизненную силу, он неожиданно становится более или менее умным и способным специалистом в своей профессии, но эти новые способности на поверхности и его собственные способности внутри явно не соответствуют друг другу. 56. Чтобы решить все существующие проблемы на социальном уровне и построить счастливую, богатую, стабильную и безопасную жизнь для всего общества, прежде всего мы должны научиться распознавать сатанистов. Сатанизм-дефис это духовное заболевание. Оно должно диагностироваться научно, открыто и официально, точно так же как психиатры диагностируют психические заболевания и терапевты физические. Затем духовно больные люди должны быть отделены от социальной жизни. Сегодня, как мы можем отделить сатаниста от социальной жизни, если он, например, является нашим президентом, владельцем компании, в которой мы работаем, или менеджером банка, в котором мы храним свои деньги? У нас нет таких легальных механизмов. Мы должны создать такие государственные законы, которые бы запрещали сатанистам занимать любую важную должность на любом социальном уровне. Чтобы в нашей общественной и личной жизни не было проблем, мы должны остановить сатанистов, которые эти проблемы создают. Часть 2 Агента 57. Демоны причиняют боль нашей цивилизации и природе через своих агентов, сатанистов. Сатанисты потеряли человеческие ценности и взамен приобрели качество и ценности демонов. Разрушение и причинение боли всем окружающим стало смыслом их жизни и они никогда не остановятся. 58. Существует три основные группы сатанистов. 1. Скобка закрылась. Элита богатейших сатанистов. Скобка открывается. Глобалисты. Скобка закрылась. Дефис самое большое зло на земле. 2. Скобка закрылась. Глобальная. Скобка открывается. Международная. Скобка закрылась. Секретная служба среднее зло. 3. Скобка закрылась. Обычные преступники и просто плохие люди минимальное зло. Они наиболее поверхностно и видимы. Все знают их и их поступки, так что объяснения не нужны. 59. Элита богатейших сатанистов. Маленькая группа людей, самые богатые семьи на планете. В личной жизни они порядочные люди. Некоторые из них на публике занимаются благотворительностью. Они не причиняют людям страданий лично потому, что это слишком мало для них. Они причиняют страдания всей цивилизации при помощи черной магии и их банковской системы, при помощи создания несправедливых социальных систем и законов, при помощи развращения людей демонической культурой идеями. Многие из них являются членами наших правительств, владельцами крупнейших банков и корпораций. Они являются основателями частных секретных сатанистских обществ. Частные секретные сатанистские общества существуют только потому, что определенные люди в правительствах и силовых структурах тайно их защищают. Они это делают, потому что сами являются членами этих обществ. 60. Глобальная секретная служба. Первое современное секретное агентство было создано несколько сотен лет назад британской королевской семьей и их консультантом черным магн Джоном Ди. Многие королевские семьи на протяжении столетий пользуются черной магией, чтобы оставаться у власти. К тому времени так много важных людей по всему миру тайно поклонялись сатане, что демоны решили массово внедриться в людей. Они вложили в подсознание членов британской королевской семьи идею о создании частной секретной армии в штатском, единственной целью которой была бы защита и удержание королевской семьи у власти. Таким образом, королевская семья и Джон Ди восприняли эту идею как свою собственную. Они заключили контракт с демонами. Суть этого контракта заключалась в том, что королевская семья и Джон Ди имели ответственность вербовать людей и продавать их демонам для проникновения. Демоны имели ответственность, находясь в подсознании агентов, собственно жить на земле, оберегать королевскую семью и другие богатейшие семьи и удерживать их у власти. Джон Ди начал вербовать сотни людей на новую работу. Он вербовал интеллектуально и морально низких людей, потому что ими легко манипулировать, за небольшие деньги они легко совершают преступления, и демоны могут легко в них проникнуть, что в совокупности делает их идеальными агентами. Он им говорил, что они умные, особенные, избранные, и тренировал психическим способностям, но на самом деле раскрывал их подсознание, чтобы демоны могли в них проникнуть. Заражение агентов демонами является главной целью всех экстрасенсорных и психологических тренировок, проводимых сегодня всеми секретными агентствами по всему миру. Конечно, самим агентам не разрешено знать об этом факте. 61. Подобные секретные агентства и другие официальные и частные тайные организации демоны создали во всех остальных странах. Таким образом, они создали единую глобальную секретную службу. Демоны являются основателями, владельцами и руководством глобальной секретной службы. 62. Секретные агентства всех стран являются филиалами глобальной секретной службы. Например, британский филиал называется Ми-6. Канадский дефис ССАС. Скобка открывается. КСИС. Скобка закрылась. Русский дефис КГБ. Скобка открывается. ФСБ. Скобка закрылась. Американский дефис ЦРУ, НСА и ДХС. Скобка открывается. СИА, НСА, ДХС. Скобка закрылась. И десятки других. И так далее. Сегодня, миллионы агентов глобальной секретной службы работают на всех ключевых позициях в каждой ведущей стране мира, как часть их официальной работы. Это библейские змеи, обрившиеся вокруг нашей шеи. 63. Демоны создали и управляют глобальной секретной службой изнутри, из-под сознания людей. Они захватывают нашу цивилизацию изнутри. Поэтому снаружи мы ничего не видим и не имеем вещественных доказательств. Снаружи мы видим только обычные секретные агентства, созданные и управляемые людьми. Точное количество секретных агентов в любой стране официально засекречено, чтобы эти числа не привести в ужас остальное население. Известным является тот факт, что эти агентства расходуют миллиарды долларов бюджетных. Скобка открывается. Народных. Скобка закрылась. Денег в год на свои большие зарплаты, предметы роскоши в качестве рождественских подарков, многие другие дорогостоящие секретные льготы и на свои никому неизвестные проекты. Чтобы дать представление о рождественских подарках, вот перечень нескольких действительных подарков, полученных одним гомосексуальным агентом среднего ранга, итальянское помповое ружье Венелли стоимостью долларов 800. Чистокровный щенок немецкой охотничьей породы долларов 1200. Большой набор электрических инструментов Макита, производство Японии, долларов 600. Подарочные наборы их двух бильярдных киев ручной работы в декоративном кожаном чехле долларов 2400 и так далее. Как мы видим, они любят дарить себе рождественские подарки стоимостью в среднем долларов 1000. Вероятно, не существует силовой структуры в любой стране, которая бы имела достаточно полномочий, знаний и ресурсов, чтобы сломить эти огромные сатанистско-криминальные организации. 64. Снаружи глобальная секретная служба создана, принадлежит и управляется элитой богатейших сатанистов и является их частной армией. Работа армии заключается в защите элиты и притворении в жизни их планов. Армия удерживает эти семью власти, а всех нас дефис вне власти. Теперь, если вы спросите защите их от кого, то единственным разумным ответом будет от нас, так как на планете больше никого нет. Так же как и их владельцы, агенты глобальной секретной службы по своей сути являются обычными преступниками и не повинуются законам никакой страны. Это они совершают террористические акты по всему миру, создают и поддерживают более мелкие террористические группы, убивают наших президентов, политиков, ученых и журналистов, создают экономические кризисы, провоцируют войны между странами, производят и распространяют наркотики, защищают обычных преступников от полиции, настраивают нации, расы и элигии друг против друга, чтобы держать их разъединенными. Скобка открывается. Смотри, разделяй и властвуй. Скобка закрылась. Тайно создают и распространяют заболевания, провоцируют голод в странах третьего мира и так далее. Это они искусственно создают и поддерживают все наши социальные проблемы существующие на планете. 65. Глобальная секретная служба является крупнейшей террористической организацией на планете. Соответственно, секретные агентства всех стран являются террористическими организациями, в своем корне, тайно принадлежащими и управляемыми элитой богатейших сатанистов. Но снаружи они были созданы как официальные агентства этих стран, чтобы иметь широкие правовые полномочия над всеми другими государственными структурами и гражданами, а также чтобы оплачиваться из бюджетов этих стран. Как мы знаем, официальной работой секретных агентств является охрана государственных границ, правительств, наиболее важных в стране людей таких, как главных банкиров, владельцев больших корпораций, ведущих ученых, а также охрана существующей банковской системы. Но их настоящей, неофициальной работой является не охрана, а контролирование этих стран и всего, что внутри правительств, политиков, ученых, бизнесменов, средств массовой информации, всех и каждого из нас. 66. Наивные люди верят, что секретные агентства защищают их от преступников и террористов. Абсолютно нет, секретные агентства не являются правоохранительными органами. Они только создают такой имидж через средства массовой информации и художественные фильмы. Защита людей является работой армии и полиции. В трудные времена никто не зовет на помощь агентов секретных служб. Все зовут на помощь только сотрудников полиции. Мы должны это понимать и помнить. 67. Демоны через элиту богатейших сатанистов и их секретные службы ведут духовную войну против нас, нашей души и природы. Они ведут войну против всего человечества, особенно против тех людей, кто не продал себя сатане, кто не признал деньги как смысл жизни, тех в кого демоны не могут проникнуть, настоящих христиан, мусульман, буддистов и других порядочных людей, против личного состава армии и полиции и членов их семей. Я хочу упомянуть два известных случая Дефис Джон Кеннеди и Иосиф Сталин. В странах Запада все знают, что Джон Кеннеди был на стороне народа, поэтому секретные службы не могут распространять много дезинформации о нем. Иосиф Сталин тоже был на стороне народа в своей стране и сделал для сотен миллионов простых работающих советских людей намного больше, чем любой другой правитель во всей истории человечества. Он был против элиты богатейших сатанистов и в значительной степени разрушил их планы. Но он был окружен их агентами, которые занимали многие важные посты по всей стране и саботировали его. Прикрываясь его именем они причиняли людям и стране как можно больше вреда. Когда, несмотря на их саботаж, Сталин в значительной степени улучшил условия жизни простых советских людей, люди стали чувствовать себя свободными и щедливыми, в результате чего демоны начали терять контроль над их умами и над страной. Сталин был убит государственной секретной службой, так же как и Джон Кеннеди. После этого сатанисты стали правителями Советского Союза и через несколько десятилетий привели весь народ обратно к нищете и долгам. Сегодня они с успехом делают это и с западными странами. Так как Сталин сражался против элиты богатейших сатанистов, они очень злы на него. После его смерти их агенты работающие в средствах массовой информации проводят огромную и очень успешную работу по распространению дезинформации о нем. 68. Черная магия является главной способностью и оружием демонов. Соответственно, она является главным оружием элиты богатейших сатанистов и их секретных служб. При помощи черной магии они подключаются к подсознанию людей и гипнотизируют их, тем самым вселяя в них подсознательный страх и понижая их силу воли и умственные способности, что в свою очередь позволяет легко ими управлять. Чтобы не насторожить миллионы своих собственных агентов низкого ранга и всю цивилизацию, они прячут черную магию под такими современными терминами, как развитие повышенной энергии, повышенная чувствительность, подключение к подсознанию людей, манипулирование эмоциональными полями людей, психологическая война, нейролингвистическое программирование, дальнейшее энергоинформационное развитие. Скобка открывается. ДР. Скобка закрылась. Агрессивная продажа товаров, весна жизни и многими другими. Все существующие психологические практики, используемые секретными службами для развития персональных способностей их агентов, в своем корне являются элементами черной магии предназначенными для разрушения и кражи жизненной силы у окружающих людей и природы. 69. Подключение к подсознанию людей и манипулирование им является таким же преступлением, как подключение и манипулирование их банковскими счетами. Воровство жизненной силы людей в виде их счастья, здоровья или удачи вости является таким же преступлением, как и похищение членов их семей. Если мы хотим стать цивилизованным обществом, мы должны объявить черную магию преступлением и раз и навсегда осудить всех тех, кто ей пользуется. 70. Демоны через своих агентов опустошают жизненную силу целых стран, делая их слабыми и в конечном итоге приводя их к самоуничтожению. Чем больше в стране секретных служб и шире их штат, тем слабее страна и тем ближе ее самоуничтожение. 71. С самого начала черные магии офицеры секретных служб официально и тайно от людей обучают ведущих политиков, бизнесменов и их детей в привилегированных университетах повышению их личных способностей таким демоническим путем. Сегодня любой может получить подобное обучение на их многочисленных публичных курсах. Как было сказано выше, настоящей целью этих курсов является заражение людей демонами. 72. В каждой стране сотни тысяч тренированных агентов различных рангов ежедневно накладывают заклинания на всех граждан, особенно на наиболее важных в обществе людей и членов их семей, чтобы заблокировать их подсознание и умственные способности и сделать их легко контролируемыми. Они делают это в своей личной жизни, на работе и везде где находятся. Они накладывают заклинания на членов своих собственных семей, сослуживцев и клиентов, новорожденных в роддомах, детей в детских садиках и школах, студентов в колледжах и университетах. Они это делают в торговых центрах, аэропортах, ресторанах, на улицах. Делают лично и через сотовые телефоны, компьютеры, телевидение, вакцины, зубные пломбы, продукты питания, алкоголь, лекарства и наркотики. Одновременно с этим они и миллионы их агентов низкого ранга пытаются внушить всем людям, что черной магии не существует. Когда кто-то усмехается и отрицает существование черной магии, то это или агент секретных служб, или необразованный человек под их влиянием. 73. Много малых народов было уничтожено при помощи заговоренного алкоголя. Заговоры сами по себе являются формой существования демонов в нашем мире. Когда человек выпивает заговоренный алкоголь, он в буквальном смысле слова выпивает демна. Это определенный демон, так называемый алкогольный демон или зеленый змей. После этого демон живет в подсознании человека и контролирует часть его сознания. Этот демон внутри людей делает их зависимыми от алкоголя, но не сам алкоголь. Алкогольный демон значительно понижает активность мозга, что приводит к личной и национальной деградации. Заговоренные марихуаны действуют по-другому. Она блокирует способность людей логически анализировать суть вещей и понимать правду, а тем самым делая их социальными зомби. Но они способны понимать и выполнять простые инструкции и приказы, что делает их идеальными слугами. Поэтому элита богатейших сатанистов стремится легализовать марихуану во всех странах. 74. Сегодня сатанисты владеют почти 80% всех бизнесов и социальных служб. Они владеют пищевыми компаниями и накладывают заклинания на наши продукты питания и алкоголь в процессе их приготовления, особенно на еду в ресторанах быстрого питания. Когда заговариваются натуральные продукты, они быстро портятся как защитная реакция природы. Чтобы продукты длительное время держали большое количество негативной силы, они должны быть генетически измененными, переработанными и содержать консерванты. 75. Очень важным является факт, что после заражения демонами люди теряют здравый смысл, способность трезво мыслить и глубоко анализировать события. Они теряют свое собственное мнение и перестают быть личностью. Их мнением становится мнение демонов в их подсознании. Если это агенты секретных служб, то их мнением также становится то, что их офицеры. Скобка открывается. Начальники, наставники, консультанты, психологи, знающие люди и так далее. Скобка закрылась. Им говорят. Так как они этого не замечают, то чисто сердечно считают, что это их собственное мнение. Например, во время политических выборов демоны дают миллионам агентов подсознательное впечатление, что определенные кандидаты являются хорошими. Снаружи они получают такие же инструкции от своих офицеров, как напрямую, так и косвенно. В результате этого, все агенты по своей воле голосуют только за этих кандидатов. Так как это не является их собственным мнением, то это делает такие выборы недействительными. Этот механизм работает и во время всех других политических и общественных событий. Руководители секретных служб откровенно говорят, что 5% хорошо организованных людей, работающих на всех ключевых позициях, могут полностью контролировать и манипулировать страной. Если необходимо, они могут саботировать страну, парализовать ее жизнедеятельность и разрушить ее. Сегодня секретные службы имеют намного больше сотрудников, чем 5%. Возможно, единственной причиной того, что мы пока еще открыто не порабощены, является тот факт, что у нас все еще имеются армии, полиции и армии порядочных людей, законно владеющих оружием. 76. Агенты секретных служб подключены к нашему подсознанию, поэтому все, что они говорят и делают, сильно пугает нас, подавляет нас и позволяет им контролировать нас. Как мы можем себя защитить от этого гипнотического воздействия? Для этого мы должны подетально знать всю правду о них, перечень всех секретных и полусекретных государственных организаций, которым мы, работающие люди, вынуждены платить высокие зарплаты. Кто их создал, зачем и почему это было сделано в тайне от народа? Перечень всех тайных социальных льгот, которые они получают. Кто контролирует их работу? В чем суть их работы? Перечень их обязанностей, прав и полномочий над людьми. Каковы их конечные цели? Какими средствами и методами они их достигают? Мы должны уметь распознавать их методы манипулирования обществом через их средства массовой информации, художественные и мультипликационные фильмы, рекламу и так далее, а также уметь распознавать самих агентов среди нас. Вероятно, армия и полиция имеют полные списки всех секретных агентов в стране. Эти списки должны быть посланы по электронной почте всем порядочным законопослушным гражданам, чтобы они знали, кто тайно совершает преступления против них и могли себя защитить. Когда мы ясно видим и понимаем окружающее нас зло, тогда оно теряет свою силу и отсоединяется от нашего подсознания. Правда делает человека сильным и свободным. Жизненная сила человека – это сила правды, которую он знает. 77. Сам факт того, что они подключены к нашему подсознанию и живут за счет нашей жизненной силы, делает нас слабее, а у личных преступников сильнее. Секретность – главные условия существования преступности. Чем больше среди нас агентов секретных служб, тем мы слабее, тем сильнее у личные преступники, и тем хуже наша жизнь. 78. Большинство агентов полностью причинены и принадлежат находящимся в них демонам. Они больше не являются людьми, в своем подсознании они превратились в зомби и тикающие часовые бомбы. Тот факт, что сами они об этом не знают, только усугубляет положение. Если в ближайшем будущем особая солнечная радиация или вирус неожиданно вынудит всю армию демонов проявиться во всех их агентах по всему миру, то они сразу нас атакуют и это будет зомби апокалипсис и наш последний день в качестве цивилизации. 79. Конечная цель демонов. Демоны питаются нашей цивилизацией через своих агентов, сатанистов. Это косвенно и неэффективно. Их конечной целью является нашествие в наш мир, в их собственных телах, чтобы они могли причинять боль и питаться нами открыто, напрямую и неограниченно. Это означает, что мы будем страдать неограниченно. Как они это осуществляют? Во-первых, они создали много разных секретных организаций, как официальных, так и частных, чтобы завербовать и проникнуть в как можно больше миллионов агентов. Через этих агентов они крадут большое количество жизненной силы у всей цивилизации. Одновременно с этим их главные агенты пытаются стать единым мировым правительством. Они тихо и незаметно вмираются и захватывают все сферы нашей жизни – политику, бизнес, средства массовой информации, армию и полицию, пищевую промышленность, индустрию развлечений, спорт, нашу личную жизнь. Когда они захватят все полностью, в этот самый момент они открыто по работе от всю цивилизацию. Когда демоны будут обладать необходимым количеством жизненной силы, они будут достаточно сильны, чтобы проникнуть и существовать в нашем мире в их собственных телах. Если это произойдет, то ад, в буквальном смысле слово, развергнется и несметные полчища адских существ наводнят всю Землю. Это будут ужасы, страдания, которые до этого никогда не существовали во Вселенной. Как демоны контролируют нашу цивилизацию 80? Чтобы контролировать, поработить и питаться нашей цивилизацией, демоны пользуются многими правилами и методами. Вот всего лишь несколько из их общих правил. Всегда оставайся неизвестным для своих жертв. Заставь их верить, что ты не существуешь. Держи всех умных и порядочных людей. Скобка открывается. Кто заботится о других и может построить счастливую, богатую и стабильную жизнь для всех? Скобка закрылась. У не руководящих должности и общественной жизни. Тайна не позволяя им становиться богатыми и знаменитыми. В их личной жизни и на работе периодически подстраивай ситуации, в которых бы они выглядели как плохие и неудачливые. Заставь окружающих людей и их недолюбливать. Вместо этого назначай людей с низкими моральными качествами. Скобка открывается. Кто легко совершает преступления и любит причинять боль людям, скобка закрылась. На все руководящие и контролирующие должности. Искусственно делай их богатыми, успешными и знаменитыми. Постоянно рекламируй их по всем средствам массовой информации как порядочных и талантливых. Заставь народ любить и восхищаться ими. Держи людей в постоянном страхе. Это может быть любой страх. Страх потерять работу, страх террористов, страх войны, страх полиции, страх инопланетян и так далее. Скобка открывается. Например, для этой же цели искусственно поддерживай на улицах определенное количество преступников и преступных группировок. Скобка закрылась. Во-первых, страх парализует тонкоматериальные тела людей в другом пространстве и делает их слабыми и беззащитными. Во-вторых, когда люди боятся, они просят власти о защите и повинуются. Важной составной частью предыдущего правила является заражение людей страхом с детства. Для этого тайно поддерживай и защищай задир и хулиганов везде, в школах, университетах, спортивных центрах, барах и других публичных местах для подростков и молодежи. Скобка открывается. В школах этим занимаются заучи по идеологической части, которые являются представителями власти на местах агентами спецслужб. Это они тайно не разрешают учителям наказывать школьных задир и остановить это преступление. Они вербуют школьников в качестве агентов-информаторов. Это они являются источниками духовного яда инфекции, распространяющими сатанистскую идеологию и культуру в наших школах. Скобка закрылась. Часто меняй научные факты, исторические факты, законы, правила, создавай противоречащие друг другу законы и так далее, то есть размывай жизненные ориентиры людей, делай их жизнь ненадежной и нестабильной. Разделяй людей любыми возможными путями, заставляй их ненавидеть и сражаться друг против друга. Скобка открывается. Смотри, разделяй властвий. Скобка закрылась. Прячь правду обо всем. Распространяй дезинформацию обо всем. Усложняй все стороны жизни. Делай непопулярными общечеловеческие ценности, которые делают людей умными и сильными. Делай популярными демонические и материальные ценности, которые делают их глупыми и слабыми. Держи честных людей безоружными. Для этого, представляй всех честных людей, законно владеющих оружием как потенциальных преступников и распространяй ложные мирные идеи. Многие другие правила. 81. Самым первым и самым важным правилом демонов является всегда оставаться неизвестным для жертв, в нашем случае для людей. Чтобы лучше это понять, поставьте себя в их копыта. Скобка открывается. На их место. Скобка закрылась. Перед вами планета с духовно неразвитой цивилизацией, которой вы собираетесь питаться. Вы питаетесь ими, создавая им проблемы, причиняя боль и заставляя их страдать, что им не понравится. Если делать это открыто, то они будут сопротивляться, изучат вас, наберутся опыта и в конечном итоге дадут пинком под зад. Это не входит в ваши планы. Вы хотите быть в безопасности и питаться ими длительное время. Но когда вы в безопасности, больше всего, когда они не знают о вашем существовании, не знают, что это вы создаете им проблемы, конечно же. Люди не могут сражаться против вас, если они или не знают о вашем существовании, или не верят в него. Более того, через своих агентов вы заставите их винить друг друга в их проблемах. И пока они заняты воюя и убивают друг друга, вы в безопасности. Секретность Дефис – первый признак зла. Таким образом, первое правило демонов направлено на то, чтобы спрятать истинную первопричину всех существующих на Земле проблем и перенаправить людей на бесконечные поиски и борьбу с ложными причинами. Но в каждой цивилизации есть особенные люди. Одни из них могут быть духовно чисты и напрямую видеть правду, другие могут быть достаточно умны, чтобы логически ее понимать, третьи могут обладать естественными психическими способностями и видеть тонкоматериальные миры, и некоторые из них, являясь самым ужасным кошмаром демонов, могут обладать сразу всеми вышеперечисленными качествами. Абсолютный контроль над людьми не существует. Информация о вас всегда будет медленно просачиваться наружу. 82. В этом случае демоны саботируют эту информацию и тех, кто ее распространяет. Они делают это одновременно изнутри и снаружи. Изнутри они дают людям подсознательное чувство, впечатление того, что они не существуют и являются нереальными, из сказок. Что образованные и серьезные люди не говорят об этом. Снаружи работа их агентов среди людей заключается в том, чтобы смеяться и восклицать бладно вам. Вы это серьезно? О каких демонах вы говорите? Мы же цивилизованные люди, живущие в 21 веке. Не будьте параноиком. Агенты секретных служб, работающие в качестве священников, историков, ученых, телеведущих, продюсеров и других, предоставляют неправильную и противоречивую информацию о демонах, чтобы запутать людей. Они также говорят о них публично, но делают это глупым, противным и раздражающим манером, чтобы люди сами отвернулись от этой темы. Таким образом, агенты саботируют и прячут правду о существовании демонов и не дают людям найти правду и в конечном итоге переломить хребет сатане. Таким же образом они саботируют и прячут правду о нашей душе, истинной духовности, естественных психических способностях, первосозданных религиях, науке, политике и других самых важных тем в нашей жизни. 83. Чтобы иметь больше возможностей причинять нам вред, сатанисты стремятся быть нашими руководителями на всех уровнях, правительством, учеными, священниками, владельцами корпораций, менеджерами, владельцами СМИ, учителями и так далее. На руководящих должностях они создают международные, государственные и локальные проблемы и затем принимают такие законы, которые снаружи их решают, но изнутри ограничивают наши гражданские и личные права, понижают уровень нашей жизни и заставляют нас страдать еще больше. Вся прелесть этого простого трюка заключается в том, что большинство людей думает, что проблемы возникают естественным образом, поддерживают новые жесткие законы и добровольно страдают всю жизнь. Идеальные заключенные те, кто сами себя осторожат от освобождения. 84. Небольшими усилиями один человек может контролировать большое количество людей, если они не знают правду ни о чем. Когда люди не знают правду, у них нет выбора кроме как слушать и подчиняться тому, что их правительство и всевозможные советники, специалисты и консультанты им говорят. Когда люди сами знают и понимают правду, им не нужно большое правительство и секретные службы. Такое общество невозможно обмануть или победить. Только такое общество может процветать и стать счастливым, богатым и стабильным. Поэтому демоны отделили людей от правды, контролируют все источники информации и усложняют все аспекты жизни. С давних пор институты социального прогнозирования разработали и незаметно внедрили такие социальные системы, которые снаружи не нарушают государственные законы, но изнутри полностью контролируют все области жизни, включая источники информации. Сегодня все развитые страны живут под такой невидимой, но полной диктатурой. Вот некоторые части этих систем, показывающих принципы их работы. 85. Одним из самых важных источников информации на любую тему являются книги. Секретные службы поощряют и поддерживают своих агентов к написанию книг на все важные темы, такие как научные открытия, истории, психологии, саморазвития, НЛО и другие. Конечно, все эти книги содержат только ложные теории и пустые рассуждения, но они сделаны очень профессионально, с многообещающими названиями, захватывающим внимание дизайном и держащим читателей в напряжении повествованием. Они выглядят как настоящие книги и агенты пишут миллионы их. Какова цель? Цель Дефис перенасытить ими все книжные рынки и магазины. Теперь существует относительно немного книг, написанных настоящими учеными и содержащими реальные открытия и жизненно необходимую для общества информацию. Даже если такая книга будет опубликована, ее спрячут среди тысяч других книг на эту же тему и с похожими названиями и в скором времени никто не сможет ее найти. Конечно, все другие агенты, работающие в книжной индустрии в качестве издателей, распространителей и продавцев, играют свою роль в этой продвинутой преступной схеме. Агенты, пишущие книги, сами не знают настоящие предназначения своих книг, им только говорят, что они умные писатели, приносящие пользу своей стране. Секретные службы предпочитают этот метод сокрытия правды от общества, потому что теоретически они не нарушают никакой государственный закон и не должны убивать опубликованных настоящих ученых, как в прежние времена. 86. Подобная схема работает и с интернетом. Более 90% всех людей, кто имеет свои каналы в интернете, создает видеоролики, притворяется жертвами и оставляет комментарии под видеороликами, являются агентами. Они производят миллионы профессионально сделанных видео на все самые важные темы, которые очень интересные, но при этом очень дезинформирующие. Скобка открывается. Например, о бесплатной энергии, которая везде, в неограниченных количествах, легкодобываемая, и мы все еще пользуемся органическим топливом, как пещерная цивилизация. Скобка закрылась. Они свекли просят подписаться, зарегистрироваться и оставить комментарии. Зачем им это? Во-первых, их агентствам нужны наши имена и комментарии, чтобы тайно их проанализировать и насильно представить нас, как потенциальных преступников. Скобка открывается. Смотри 101. Скобка закрылась. Также, им надо, чтобы мы рассказали им, что мы знаем и не знаем о них и их методах. Какие их методы воздействуют на нас больше, а какие меньше. Какие стороны нашего характера более сильные, а какие менее. Эта информация поможет им усовершенствовать их методы воздействия на нас и сделать их более эффективными. Затем, когда агенты, создающие видеоролики, достигают 100 подписчиков, им для работы бесплатно предоставляется профессиональная видеостудия. После 300 подписчиков они получают льготы, продвижение по службе и повышение зарплаты. В создании видеороликов им помогают специалисты их агентств, которые их монтируют таким образом, что они начинают разрушать подсознание зрителей. Скобка открывается. Например, постоянно быстро дрожащие на экране картинки, картинки быстро прыгающие с места на место, короткие яркие белые вспышки между мерцающими картинками, колыхающиеся как вода картинки и так далее. Скобка закрылась. Распространять демонические идеи ценности, промывать мозги по различным вопросам и так далее. При этом сами агенты создающие эти видеоролики обычно не знают об этих и их свойствах. Многие агенты ведущие программ косвенно насылают порчу на зрителей через свое неестественное и раздражающее поведение и речь. Например, через постоянное ковыряние пальцами одной руки в кончиках пальцев другой руки или застежки наручных часов, постоянно теребя в руках ручку или фломастер. Через соединение кончиков пальцев обеих рук друг с другом образуя между ладонями пустой шар, или соединение кончиков указательных и больших пальцев обеих рук друг с другом образуя между ними пустой ромб или треугольник. Через размахивание и мелькание руками перед видеокамерой и так далее. 87. Большинство распространителей правды или глашат их правды. Скобка открывается. Весь лебловерс. Скобка закрылась. Тоже являются агентами спецслужб. Они организовывают и руководят оппозиционными политическими партиями, движениями и революциями. Религиозными, научными, этническими, историческими, распространителей правды, жертв и пострадавших, уфологическими, тайными, криминальными и всеми другими обществами и группами. Организовывают и проводят исследовательские экспедиции, конференции и так далее. Их работа состоит в том, чтобы всегда и везде быть первыми и на вершине событий, чтобы держать людей под контролем и вести их движение или в запланированном направлении, или в никуда. Они также могут помогать настоящим распространителям правды в создании обществ и движении с тем, чтобы стать их доверенным лицом и затем незаметно управлять событиями из этого положения. Кто знает их методы манипулирования, тот легко их распознает. Все настоящие распространители правды и другие честные общественные деятели, сами того не зная, имеют агентов спецслужб в качестве своих доверенных лиц, бизнес-партнеров, соведущих программ, операторов, разработчиков веб-сайтов, ответственных за электронную почту, друзей, членов семьи и так далее. Настоящие распространители правды тоже создают видеоролики, но когда они просят подписаться, они используют это в коммерческих целях. Чем больше у них подписчиков, тем больше рекламы будет размещено в их видеороликах и тем больше денег они заработают, что позволит им продолжать производить полезные для общества видеоролики. 88. Секретность внутри секретности. Миллионы агентов низкого ранга на улицах, мальчики-шпионы с сотовыми телефонами, которые собирают статистические данные и доносят на членов своих собственных семей, друзей, соседей, сослуживцев и клиентов, сами не знают на кого они на самом деле работают, против кого и как используются их информации и каковы конечные цели их настоящих хозяев. Им только говорят нонсенс, что они служат правительству. Что они избранные хорошие парни, которые сражаются против зла. Что вся страна принадлежит им, они должны тайно контролировать все и всех. Что им платят за то, чтобы они делали то, что им говорят, они думали и задавали вопросы. Итак, далее название и количество всех существующих секретных служб и организаций является засекреченным, название и количество всех их отделов является засекреченным, имена и количество их состава является засекреченным, все их проекты являются засекреченными. Один отдел не знает, чем другой занимается, один агент не знает, чем другой занимается. Маленькая группа высокопоставленных сатанистов в наших правительствах Создала эту тотальную секретность внутри секретности главным образом для того, чтобы контролировать и манипулировать миллионами их собственных агентов низкого ранга. Чтобы заставить их на повседневной основе совершать преступления против людей и стран не осознавая этого. 89. Во всех странах сатанисты сумели создать для себя официальные должности, в чьи обязанности входит тайна составлять психологические портреты всех граждан и давать компетентные советы и рекомендации всем другим государственным инфраструктурам, организациям и владельцам компаний. Они также создали большое количество мелких законов, правил и инструкций, чтобы усложнить все сферы жизни. Когда эта ядовитая паутина готова, наступает время урожая. Они просто ждут, когда честные люди начнут делать ошибки или откажутся выполнять сатанистские правила, и в это время характеризуют их как агрессивных, потенциальных преступников и людей с низкими умственными способностями. Их тайные рекомендации этих людей нельзя нанимать на ведущие посты и высокооплачиваемые работы. Вся эта система работает легально, по закону. Однако дело в том, что сами эти законы являются преступными. Эта тайная система была создана специально для подавления только честных людей. Поэтому, когда их собственные агенты и слуги делают такие же ошибки, то они скрываются и не регистрируются. Кроме этого, агенты продали свою совесть и не имеют моральных проблем выполнять сатанистские правила, так что они активно получают продвижение по работе и в наши дни. В основном они становятся владельцами и менеджерами компаний по всей стране. Мы, люди, не должны признавать и подчиняться преступным, скобка открывается, сатанистским, скобка закрылась, законам. Потому что если будем, то сами станем преступниками. Если вместо того, чтобы поймать, осудить и заключить в тюйму высокопоставленных правительственных сатанистов, мы все собственно работаем на них и помогаем им создавать жизненные проблемы и грабить нас на повседневной основе, то мы не должны ожидать, что наша жизнь когда-нибудь станет счастливой и богатой. 90. Демоны через элиту богатейших сатанистов, секретные службы и частные секретные организации незаметно захватывают все сферы нашей жизни. Вот несколько слов о том, как они это делают в бизнесе. Как общие правила, они разоряют компании и бизнесы честных людей и на их месте открывают свои на правительственном уровне. Они создали много законов, подзаконов, правил, инструкций и исключений, которые не используются в повседневной жизни и о существовании, которых люди не знают. Но в любой момент они могут выбрать любого бизнесмена и, пользуясь этими законами, официально закрыть его бизнес. Конечно, они делают это осторожно, так, чтобы люди не поняли, что находятся под атакой преступников. Например, в некоторых странах все существующие налоги превышают 100% от прибыли. Это очевидное безумство. Конечно, никто не платит все эти налоги и даже не знает о их существовании. Но когда правительству надо закрыть чей-то бизнес, они просто начинают считать один или два налога больше, чем раньше, ровно столько, чтобы замедлить его бизнес и в конечном итоге его закрыть. Если бизнесмен скажет, что он занимается этим бизнесом на протяжении 10 или 20 лет и никогда не слышал об этих налогах, то ему заявят, что это официальные государственные налоги и по закону он должен их платить. Более того, они могут подсчитать эти налоги за все 20 лет и заставить заплатить их тоже. Если он скажет, что никто вокруг не платит эти налоги, то ему скажут, что это не его компетенция и он ответственен только за себя. Если же он откажется их платить, то его быстро осудят, объявят преступникам и пошлют полицию конфисковать всю его собственность на уровне бизнеса. Чтобы держать фирму на минимуме или полностью ее закрыть, сотрудничающие с ней фирмы, которые принадлежат агентам, просто будут ее саботировать. В результате, чтобы преследуемый бизнесмен не предпринимал, ничто не будет работать должным образом. Как и всегда, они будут саботировать осторожно, чтобы все выглядело натурально. Например, обеспечивающая сырьем фирма неожиданно обанкротится, или фирма закупающая товар, или произойдет что угодно другое. Все сработает, потому что преследуемый бизнесмен не будет знать, что это не настоящие фирмы, а подставные, которые специально были открыты секретными агентствами, чтобы саботировать и контролировать все настоящие фирмы таким методом на уровне фирмы. Если фирма большая и важная, то сатанисты не могут просто ее обанкротить, закрыть и украсть ее бизнес. В этом случае они захватывают фирму изнутри. Схема проста. Агенты секретных служб массами пишут заявления на все имеющиеся должности. Когда их нанимают, они работают хорошо, ведут себя вежливо и никогда не бросают работу. Вскоре они становятся начальниками и менеджерами. Когда они приходят к власти, то сразу начинают саботировать настоящих менеджеров и работников и вынуждать их покинуть работу. Для наглядности, вот только несколько их приемов. Во-первых, они будут накладывать заклинания и вести психологическую войну против настоящих работников, чтобы те подсознательно плохо себя чувствовали в этой фирме и покинули ее. Они мастера подстраивать такие ситуации, в которых настоящие работники сделают профессиональные ошибки. Каждая их ошибка затем будет преувеличена и громко-гласно доложена начальству. После нескольких таких ошибок, каждый настоящий работник будет вынужден покинуть фирму. Агенты могут подстроить небольшую аварию, чтобы уволить хорошего работника. Они будут саботировать и саму фирму, чтобы понизить ее имидж в глазах партнеров и финансово ее ослабить. Одновременно с этим другие агенты, которые вокруг владельца фирмы в его личной жизни, будут незаметно настраивать и подталкивать его продать фирму по низкой цене. Конечно, покупателем будет и их агент. Когда никто не знает, что банда секретных агентов работает в фирме и их целью является ее захват, то они довольно легко могут осуществить свой план через некоторое время. Философские идеи демонов 91 Чтобы существовать, демоны должны постоянно причинять боль всей цивилизации и природе через своих агентов. Чтобы оправдать эти действия, они дали агентам своего рода философские идеи. Разным агентам они дали разные идеи. Например, когда обычные люди становятся счастливыми и богатыми, они становятся высокомерными и духовно испорченными, просто говоря, дефисплохими. Чтобы оставаться хорошими, они должны жить в страхе и проблемах. Если у них нет проблем естественным образом, то их правители должны искусственно их создавать для них. Если ты думаешь, что этой безумной идеей пользуются только пациенты психиатрических клиник и члены частных сатанистских секретных обществ, то ты заблуждаешься. Эта идея официально принята правительствами всех развитых стран мира. Таким образом, официальная философия и работа наших правительств и секретных служб заключается в том, чтобы никогда не позволить нам, обычным людям, стать счастливыми и богатыми, но вместо этого всегда держать нас в страхе и проблемах. Так что, даже если некоторые люди зарабатывают хорошие деньги, у них всегда будут проблемы, потому что секретные службы целенаправленно их создают. В некоторых странах это даже написано в учебниках по политической философии для школьников и студентов. Люди не знают об этом только потому, что просто не обращают внимания на такие наиболее важные вещи, которые формируют их жизнь. Другая философская идея гласит, что агенты не должны помогать обычным людям. Согласно этой идее, помощь кому-либо является признаком слабости. Как общее правило, чем меньше люди помогают друг другу, тем более они духовно отделены друг от друга, тем слабее они становятся как цивилизации, и тем легче демо нам создавать им проблемы, причинять боль и питаться ими. 92. На Земле существует две основные категории людей. 1. Скобка закрылась. Те, кто продал себя сатане, они далее подразделяются на одну, тире, а. Скобка закрылась. Элиту богатейших сатанистов 1б. Всех их слуг. Глобальная секретная служба, отдельные политики, бизнесмены, спортсмены, журналисты и так далее. 2. Скобка закрылась. Те, кто не продал себя, все истинно религиозные и добропорядочные люди. Таким образом, существует три категории, каждая из которых имеет много подкатегорий. Зачем нам надо знать об этой тайной градации? Потому что от этого напрямую зависит качество нашей жизни. Согласно очередной философской идее демонов, а соответственно идее наших правительств и секретных служб, каждый гражданин может иметь только такой уровень жизни, который соответствует его тайной категории. Не уровень жизни, который соответствует его интеллекту, моральным качествам, образованию и пользе для общества, но которые соответствующие только его секретной категории. Давайте посмотрим, как это проявляется в жизни, 1. Скобка закрылась. Элита богатейших сатанистов Дефиес – вся самая лучшая материальная роскошь в неограниченном количестве, существующая на Земле. В объяснениях не нуждается. 1. Бои их слуги Дефиес. Им разрешено иметь богатую жизнь, лучшие существующие работы, все социальные льготы в полном объеме и услуги хорошего качества. В каждой стороне правительства создали тысячи официальных фальшивых работ с большими зарплатами и специальными льготами для слуг, чтобы их жизнь была легкая и приятная. Это всевозможные государственные, полусекретные аналитические, консультационные, советнические центры. Центры по развитию, прогнозированию, исследованию, внедрению, наблюдению. Узкопрофильные, некоммерческие, дочерние, страховые компании и многие другие. Они не производят реальных товаров и никому не предоставляют реальных услуг. Это социальные паразиты. И люди из третьей категории работают на заводах и фермах с утра до вечера, чтобы зарабатывать деньги на их зарплаты. Власти имеют всю информацию о самых лучших и специальных работах в стране. Естественно, что эта информация и работа доступны только их слугам. Бизнес. Секретные службы собирают и обладают всей существующей в стране информацией обо всем и обо всех. Когда они открывают и ведут бизнесы, то используют эту конфиденциальную информацию для приобретения всего самого лучшего, самого лучшего расположения для своих бизнесов, самого лучшего оборудования, самого лучшего сырья, самых лучших цен, самых лучших клиентов, самой лучшей рекламы и так далее. Помимо этого, их фирмы зарегистрированы как бизнес-фирмы секретных служб для обеспечения нужд их тайных проектов, так что они защищены правительством. Например, когда их агенты берут банковский кредит на открытие бизнеса, а также на покупку личного дома, автомобиля или на образование, то они не платят проценты. Они или не платят налоги, или получают большой налоговый возврат и дотации. Некоторые их расходные статьи по закону покрываются из бюджета страны. Они Скобка открывается И их компаньоны Скобка закрылась Получают все выгодные правительственные заказы. Если никто не покупает их продукцию, то правительство обязано изыскать возможности закупки или сбыта этой продукции, и так далее. Поэтому, независимо от умственных способностей, образования и умений вести бизнес, они всегда впереди всех честных бизнесменов. Некоторые фирмы каждый год нанимают своих собственных агентов, платят им большие зарплаты и через 4 месяца увольняют по сокращению, так что остальные 8 месяцев в году они не работают и получают большие пособия по сокращению из бюджета страны. Скобка открывается Плюс, весь год они получают свою вторую зарплату, как секретные агенты Скобка закрылась Правительство никогда не требует от них найти другую работу, и полиция никогда не расследует это преступление. Агенты и их дети принимаются в колледжи и университеты, независимо от результатов их вступительных экзаменов и им гарантирова, но окончание учебного заведения с хорошими оценками, независимо от того, как хорошо или плохо они учились и учились ли вообще. Скобка открывается Так что, когда они будут наняты на все важные управляющие, контролирующие и другие высокооплачиваемые должности Скобка открывается В первую очередь они становятся городскими мэрами, судьями, адвокатами и врачами Скобка закрылась Честные люди верящие в равные ПР Ава не заподозрит об этом массовом преступлении Скобка закрылась Именно поэтому экзаменационные бумаги никогда никому не показываются Если агент посещает врача с жалобами на воображаемую депрессию, то он сразу и без вопросов получает оплачиваемые депрессивные бомичные месяц в году Если агент вызвал полицию, то они без аны приехать в пределах нескольких минут Многие агенты и слуги имеют отпуск 2-3 месяца в году Они уходят на пенсию на 510 лет раньше, чем люди из третьей категории Много других тайных льгот Два Скобка закрылась Третья категория Философия демонов по отношению к всем честным людям на земле простая Честные люди не могут наслаждаться жизнью Точка Обычно люди из третьей категории имеют самые плохие работы в своей сфере деятельности Минимальное или полное отсутствие социальных льгот, плохого качества услуги Они не могут иметь такую привилегию как обладание собственным домом Скобка открывается А также самолетом, яхтой или дорогостоящим автомобилем Скобка закрылась Если честный человек владеет домом и ведет бизнес То секретные службы сделают его банкротом и по закону отберут дом Или подстроят женитьбу на их агенте, который быстро развесит и отберет половину дома Их цель сделать всех людей бездомными, чтобы они были вынуждены Снимать комнаты и квартиры в частных и многоэтажных домах принадлежащих агентам Ограбление среднеобеспеченных людей при помощи женитьбы, дробь замужества и последующего развода Является широко распространенным преступным бизнесом среди агентов секретных служб Когда люди из третьей категории берут банковский кредит на покупку дома или машины К концу срока они могут выплатить почти 100% Таким образом за одинаковый, например, дом они платят в два раза больше слуг Это является причиной того, что в наше время только люди, тайно работающие на правительство, могут осилить покупку дома Если человек купил новый дорогой автомобиль, который ему не положено иметь То автомобиль начнет ломаться как только закончатся гарантии производителя Или будут ломаться детали, не покрытые гарантией В качестве оправдания и чтобы позабавиться Агенты-механики, которые собственно и ломают его автомобиль Скажут ему, что этот автомобиль несчастливый и вероятно был собран в пятницу Многие люди из третьей категории имеют самые низкооплачиваемые работы Так, что они в любом случае ничего не могут приобрести Перед тем, как компания объявит о снижении производства Агенты секретных служб вынуждают настоящих работников покинуть работу Скобка открывается Смотри 90 на уровне фирмы Скобка закрылась С тем, чтобы они не получили пособие по сокращению Даже если настоящие работники будут уволены по сокращению Через 3-4 месяца правительство с ними свяжется Заставит их найти другую работу И в любом случае прекратит выплачивать пособие Если человек из этой категории поступает в учебное заведение И успешно сдал вступительные экзамены То в тех случаях, когда из-за большого количества принятых Агентов мест больше нет Ему объявят, что он не сдал экзамены Люди из третьей категории получают услуги плохого качества Очень много агентов секретных служб работает в сфере услуг Они обязаны выполнять приказы своих офицеров Когда человек посещает такого работника То работник должен доложить его имя офицеру В одних случаях они сразу посылают текстовые сообщения По сотовому телефону В других случаях сообщают имя после первого визита После этого офицер даст агенту инструкции Как обслуживать клиента Скобка открывается По этой же причине сегодня даже работники сферы услуг Не являющиеся агентами Должны вначале ввести в свой компьютер имя и номер телефона клиента И только потом будут видеть на экране Различную информацию в зависимости от его категории Скобка закрылась В результате этого один и тот же Например, массажист сделает качественный массаж Одному клиенту, хороший другому И плохой дефис всем остальным Если у человека из третьей категории проблема с шеей То агент будет массажировать спин Если проблема со спиной, то наоги Если человек находится на дне третьей категории То он является преследуемой личностью Скобка открывается Смотри 120 Организованное преступное преследование Скобка закрылась В этом случае агент приложит особое давление на те места Где нервные стволы выходят из костей Чтобы перманентно их травмировать Человек из третьей категории Подумает, что случайно попал к плохому массажисту Посетит другого, но получит точно такой же массаж Секретных агентов учит Воровать жизненное время людей третьей категории Когда человек посещает такого работника сферы услуг Скобка открывается Или адвоката, чиновника и так далее Скобка закрылась Работник ничего не будет делать до тех пор Пока человек не начнет нервничать И требовать выполнения сервиса В конечном итоге сервис будет выполнен Но на это уйдет в 2, 3 или 4 раза больше времени, чем обычно Если у человека украли большое количество жизненной силы И у него угрожающие жизни нервные срывы и депрессии То он получит много вопросов от врача И в конечном итоге ничего не получит Если он попал в опасную для жизни ситуацию И вызвал полицию То они приедут в пределах 45 минут В зависимости от его подкатегории Все народы являются жертвами глобального Хорошо организованного вредительства Тайно ведущегося сатанистами Работающими в наших правительствах Секретными службами И армией их слуг Только сатанисты Скобка открывается Обычно они гомосексуалисты Скобка закрылась Не работают и ведут роскошную жизнь Люди не поклоняющиеся сатани везде И тайно отстраняются от всех руководящих должностей И высокооплачиваемых работ Кто назвал эту тиранию зла свободой Демократией и равными правами? 94. Секретные службы Создают подробные списки того Что каждый человек любит И ценит больше всего в своей жизни Многие люди заметили странное поведение Своих друзей и подруг Когда те настойчиво пытаются Выяснить их глубочайшие предпочтения и желания Это агенты, собирающие информацию Что мы любим и ценим больше всего Являются нашими уязвимыми местами И секретные службы Будут атаковать их в первую очередь С тем, чтобы причинить нам боль В первую очередь Они обычно атакуют членов наших семей А также наиболее дорогостоящую собственность Такую, как дом или машина Сколько боли они причинят человеку Зависит от его категории и подкатегории Вот еще несколько примеров 95. Многие люди также заметили Странный факт в жизни Как только небогатый человек Умудрится заработать дополнительные деньги Сразу же или член его семьи Тяжело заболеет И будет нуждаться в деньгах На операцию Или кто-то предложит ему Очень выгодное и надежное дело Которое лопнет как только он вложит деньги Или его машина полностью поломается И ему придется купить другую Или произойдет что-нибудь подобное Результат всегда один дефис В скором времени он потеряет Все свои деньги 96. Если здоровье человека Третьей категории Особенно важно для него Агенты сделают его хронически Больным одним из двух методов В начале они наложат на него Специальные заклинания От которых большинство людей заболевает В тех редких случаях Когда черная магия не работает Его друг агент Пригласит его на обед В ресторан и там его отравит Это достаточно сделать Всего один раз в жизни Очень многие рестораны Или принадлежат агентам Секретных служб Или имеют их В качестве своих Поваров и официанток Но даже если агенты Не работают в ресторане То офицер на кухне Объяснит официантке Что по закону Она должна сотрудничать С представителями власти Незаметно отравит еду И затем скажет ей Обслужить клиента Так что ни друг Ни официантка даже Не будут знать о преступлении 97. Если мужчина и женщина Имеют очень счастливую Сексуальную жизнь Черный маг-офицер Украдет их счастье Он наложит на них заклятие Чтобы они перестали понимать Друг друга И у них появились проблемы Если это не сработает То их агенты Попытаются разъединить их Или соблазнив Одного из них И позволив другому Случайно об этом узнать Или сделав одного из них Гомосексуалистом Если эти усилия Не сработают То они отравят мужчину Как в предыдущем примере Чтобы привить ему Хроническое сексуальное Яротройство 98. Если ты общественная фигура Такая как политик Журналист Актер Учитель йоги И так далее И у тебя красивое Атлетическое тело Которым восхищаются Окружающие люди То тебя отравят Модифицированными Гормонами Которые Значительно увеличат Объем телесного жира Вокруг живота Так как это неестественный жир То он не сгорает От физических упражнений Это один из мягких Методов издевательства Над людьми Устранение их Как конкурентов И остановки Их профессиональной карьеры 99. Спортсменам Особенно надо знать О следующем преступлении Во всех развитых странах Только тем спортсменам Кто тайно работает На правительство В качестве информаторов Разрешено Стать атлетами Высокого уровня Участвовать в больших соревнованиях И стать известными И богатыми Если ты не работаешь На правительство Тебе разрешат участвовать В небольших местных соревнованиях Но твой тренер Никогда не возьмет К тебя на национальные Международные Или олимпийские соревнования Если ты хороший спортсмен Занимающийся спортом Много лет И становится очевидным И странным Тот факт Что ты никогда Не участвуешь В крупных соревнованиях То агенты секретных служб силой Отстранят тебя от спорта Конечно У них есть много способов Как это сделать Вначале они применят Много численные Мягкие методы Включая наложение заклинаний Если они не сработают То они применят Различные жесткие методы Например Если ты борец То один из агентов Борцев Тренирующихся С тобой Специально произведет бросок Таким образом Чтобы причинить Тебе серьезную травму Теперь Если ты заметишь Что он сделал это Специально И скажешь тренеру То тренер Будет убеждать тебя Что это Был несчастный случай Если ты скажешь это Своему спортивному врачу То он тоже Тебя не поддержит Если твой друг Тоже является агентом То он тоже скажет Что не думает Что кто-то Мог сделать это Специально Потому что На это Нет никаких причин Все они будут петь Нет Нет мантру Если ты подашь В суд на другого борца То твой адвокат Высосит Из тебя все деньги Потратит Несколько лет Твоей жизни И в конечном итоге Ты проиграешь Дело потому Что все адвокаты И судьи По закону Обязаны Сотрудничать С представителями Власти Офицеры Секретных служб Тайно их Проинструктируют Чтобы твой иск Проиграл Сто Сотни подобных схем Во всех областях Нашей жизни Были официально Разработаны Институтами Социального Прогнозирования Наши правительства Всегда принимают Законы И формируют Нашу жизнь Согласно Этим схемам 101 Как армия Сатаны Секретные службы Должны Постоянно Причинять Вред Обществу Держать Его В страхе И проблемах Но как Представители Власти Они не могут Это делать Открыто В качестве Прикрытия Они должны Иметь Такие Благие Цели Причины И оправдания Которые Приняло Само Страдающее Общество И они Очень умело Создают Эти оправдания Во-первых Во всех Странах Они сумели Стать нашими Представителями Власти И заставить Политиков Принять Законы Согласно Которым Все Граждане Скобка Открывается А также Армия И полиция Скобка Закрылась Должны Подчиняться И сотрудничать С ними По их Требованию Таким Образом Теперь Легализованные Преступники По закону Могут Заставить Всех Честных Людей По всей Стране Совершать Преступления Конечно Они никогда Не говорят Вы Наши террористические Планы Но говорят Вы служите Во благо Своей Страны Маленькая Но очень Эффективная Игра Слов Их Другим Оправданием Является Знаменитый Вопрос Национальной Безопасности Что Позволяет Им Без Сообъяснений И безнаказанно Совершать Почти Любые Преступления Как и Все Преступники Агенты Секретных Служб Боятся И ненавидят Военных Полицейских И порядочных Людей Доказать Что Все Порядочные Люди На земле Сами Являются Потенциальными Преступниками И по этой Причине Должны Быть Строго Контролированы Доказательство Этого Является Очень Большой И важной Частью Их Секретной Работы Единственный Способ Доказать То Что Не Существует Это Подделывать Факты И лгать Так Что Они Лгут Вот Как Они Это Делают В некоторых Странах Во-первых Они Создали Длинный Список Научных Критериев Показывающих Что Человек Является Потенциальным Преступником Эти Критерии Разработаны Таким Образом Что Каждый Порядочный Человек Будет Соответствовать Одному Или Нескольким Из них Например Военные В отставке Полицейские В отставке Люди Без Одного Или Двух Пальцев Таким Образом Многие Фермеры Работающие С раннего Утра До Позднего Вечеря Являются Потенциальными Преступниками Все Кто Обсуждает И критикует Ошибки Правительства Таким Образом Свобода Мнения Свобода Слова И Сама Демократия Являются Преступлением И все Образованные И честные Граждане Имеющие Своё Мнение Являются Потенциальными Преступниками Люди Которые Часто Меняют Работу Что Говорит О том Что Имеют Анти Басчественные Идеи Таким Образом Работа Секретных Агентов По всей Стране Заключается В том Чтобы Всегда Издеваться И вести Психологическую Войну Против Всех Порядочных Людей Каждый Раз Когда Те Устраиваются На новую Работу Агенты Начинают Издеваться Над Человеком После Нескольких Месяцев С момента Его Трудоустройства И Вынуждают Его Поменять Работу В пределах Одного Года Скобка Открывается Как Описано В 90 На уровне Фирмы Скобка Закрылась Это Очередная Неизвестная Людям Схема Социального Прогнозирования Люди Не имеющие Друзей Поэтому Агенты Всегда Разделяют Всех Порядочных Людей Друг От друга Распространяя О них Лоши Другими Методами Люди Легально Владеющие Оружием И Практикующие Стрелковый Спорт Таким Образом Эти Законопослушные Граждане Являются Потенциальными Преступниками А настоящие Уличные Преступники Владеющие Нелегальным Оружием Не соответствуют Этому Критерию И Соответственно Преступниками Не являются Много Других Научных Критериев Затем Десятки Агентов Низкого Ранга Вокруг Каждого Порядочного Гражданина С Увеличительным Стеклом Постоянно Найти их Мелкие Недостатки Никто Не является Совершенным По природе Так что Можно легко Найти что-то В каждом Конечно Это не делает Людей Преступниками Когда Секретные Службы Находят Эти Недостатки Они Концентрируются Только на них Умело Преувеличивают Их Значение При Неходимости Искажают Их Смысл Чтобы Они Соответствовали Их Научным Критериям И Насильно Представляют Порядочного Человека Потенциального Преступника Когда Они Ничего Не могут Найти Агенты Просто Начинают Незаметно Издеваться И злить Его Начинают Провоцировать И подталкивать Его Сказать Или совершить Что-либо Незаконное И они Не остановятся Пока Не даются Успеха Можно Легко Разозлить Любого Человека Если Постоянно Больно Щипать Человека То Рано Или Поздно Он Или скажет Что-то Резкое Или ударит Что И в этот момент Счетливые Агенты Доносят На него Что он Агрессивный И опасный Для общества Мы Как общество Должны Знать Что Все Школьные И университетские Хулиганы И массовые Убийцы Имеют Агентов Секретных Служб В качестве Членов Своих Семей Друзей И сослуживцев Которые Или незаметно Поощряют Их Или Издеваются До точки Когда Те Теряют Самоконтроль Никто В наших Что секретные Службы Тайно Издеваются И вынуждают Людей Совершать Преступления Так Что они Делают Это Постоянно Все это Они называют Продвинутые Научные Методы Управления Народными Массами Мы Живем В стране Где Легальные Террористы В правительстве Дают Ложные Характеристики Гражданам Тайно Вынуждают Их Совершать Преступления Незаконно Клеймят Их Как преступников Чтобы Другая Их Обязанность Заключается В том Чтобы Никогда Не позволить Честным Людям Занимать Важные Социальные Посты Становятся Влиятельными Известными И богатыми Они Отслеживают Каждого Человека Со дня Его Рождения И даже Раньше С его Родителей И предков Так Что Если Ты Молодой Человек Из Порядочной Семьи Талантливый В науке Искусстве Музыке Спорте Или Другой Профессиональной Области И Так же Как И твои Родители Не работаешь На правительство В качестве Информатора Скобка Открывается Не поклоняешься Сатане И не стал Гомосексуалистом Скобка Закрылась То Официальная Работа Секретных Служб Состоит В том Чтобы Украсть Силу Твоего Таланта И остановить От продвижения По работе Вначале Они Наведут На тебя Заклятия Чтобы Заблокировать Твои умственные Способности И подсознание Этот метод Эффективен В 70-80% Случаев Если ты Очень сильный И продолжаешь Заниматься Своим делом То твои Друзья Агенты Попытаются Спровоцировать Тебя Сказать Или совершить Что-либо Незаконное Если им Это удастся Тебя Клеймят Как потенциального Преступника Скобка Открывается Как описано Выше Скобка Закрылась И у них Будет официальное И оправдание Чтобы никогда Не позволить Тебе Устроиться На важную Или высоко Оплачиваемую Работу Все организации В твоей области Получат от них Тайные распоряжения И никогда Тебя не наймут Всем понятно Что это Легализованная И преступная Схема Поэтому Они всегда Это делают Втайне От тебя И от общества Другой метод Твой друг Или подруга Попытаются Сделать тебя Наркоманом Обычно Это происходит В школе Или институте Твой друг Подтолкнет Тебя принять Наркотик Только один раз Вместе с ним Он заверит Что сам Иногда его принимает И не имеет Никакой зависимости И что тебе Нечего бояться Предательство Заключается В том Что перед тем Как Принять наркотик Вместе с тобой Он тайно Примет анти Дот Который Нейтрализует Его порцию Калечи жизни Талантливых Молодых Людей Секретные Службы Тем самым Крадут Жизненную Силу И их Таланта Которые Автоматически Течет К их Агентам Работающим В этой же Области На основе Этой силы Их агенты Становятся Специалистами Быстро Продвигаются По работе Становятся Богатыми И наслаждаются Жизнью Вместо Раздавленных Молодых Людей Скобка Открывается Смотри Так же 55 Скобка Закрылась Статы Естественно Они воруют Не только Жизненную Силу Талантливых Людей Но так же Их идеи Открытия Изобретения В то время Как подавляя Человека Они передают Его идеи Своим Агентам Которые Быстро Их Видоизменяют Описывают Другими Словами И представляют Как Свои Собственные Эти агенты Живут в Других Городах И странах Так что Талантливые Люди Никогда Не узнают Что их Идеи Были Украдены 104 Тайно Калечить Жизни Талантливых Людей И одновременно Воровать Их Жизненную Силу Идеи Открытия Изобретения Является Многомиллиардным Бизнесом Для всех Секретных Служб По всему Миру Таким Образом Армии Их Бездарных Агентов С университетскими Дипломами Становятся Профессорами И лидирующими Учеными Во всех Науках Таким же образом Их Агенты Работающие Инженерами Изобретателями Дизайнерами Советниками Консультантами Философами Психологами Ведущими Курсов По самосовершенствованию Писателями Композиторами Ведущими Теле И радиошоу Клоунами И так далее Постоянно И без Видимых Усилий Приобретают Свои яркие Идеи Это международное Преступление Против Человечества Организовано Так хорошо Что никто Ничего не замечает Или боится Заметить 105 Вот несколько слов От высокопоставленных Офицеров Секретных Служб Вильям Колви Скобка Открывается Вильям Колви Скобка Закрылась Бывший Директор ЦРУ ЦРУ Принадлежат Все сколь-нибудь Важные Сотрудники В средствах Массовой Информации Звездочка 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 Во время Телевизионного Шоу Высокопоставленный Офицер Секретных Служб Дал Зрителям Совет Явно Из своего Собственного Опыта Можно Делать Все Что Угодно Если Вас Не поймают То И наказания Не будет Звездочка 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 Вильям Кэйси Скобка Открывается Вильям Касси Скобка Закрылась Бывший Директор ЦРУ Мы будем Знать Что Наша Дезинформационная Программа Увенчалась Успехом Когда Все Во что Верит Американская Публика Будет Ложным Скобка Открывается Они Даже Не скрывают Свои Террористические Планы И деятельность Не скрывают Что Являются Врагами Общества Что Еще Нужно Полиции Чтобы Их Арестовать И осудить Почему Они Это До сих Пор Не сделали Скобка Открывается Автор Скобка Закрылась Звездочка 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 Во время Другого Телевизионного Шоу Ведущий Таким Образом В результате Этого События ЦРУ И КГБ Возможно Начнут Конфликтовать Друг Против Друга Генерал КГБ КГБ И ЦРУ Никогда Не будут Конфликтовать Друг Против Почему Генерал КГБ Потому Что Они Являются Одной И той Же Корпорацией Скобка Открывается Сказано Максимально Ясно И конкретно Скобка Открывается Автор Скобка Закрылась Звездочка 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 Интервью Переданное По центральному Телевидению В конце Восьмидесятых Годов Офицер Секретных Служб На сегодняшний День Секретные Службы Ведущих Государств Мира Имеют В своем Арсенале Более Двух Тысяч Видов Ядов Существуют Обычные Яды Убивающие Человека Существуют Яды Вызывающие В организме Необратимые Процессы Ведущие К смерти К моменту Смерти Эти яды Химически Распадаются И выводятся Их Организмы Так что Лабораторные Анализы Их Не обнаруживают Существуют Также Яды Вызывающие Функциональные Недостатки Любых Органов Например Сердечный Приступ Печеночную Недостаточность Паралич Почек Паралич Легких Нарушение Мозгового Кровообращения Рак Диабет И другие Сегодня Мы можем Искусственно Спровоцировать Практически Любое Заболевание Существуют Яды Вызывающие Заболевание Через Много Лет После Заражения Когда Человек Достигает Определенного Возраста Скобка Открывается Например Довольно Часто Люди Умирают От Сердечного Приступа Как Только Выходят На Пенсию Скобка Открывается Автор Скобка Закрылась Звездочка 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 Некоторые Их Другие Высказывания Скажи Людям Ложь 99 Раз И Наст Раз Они В нее Поверят Чтобы Люди Поверили В ложь Она Должна Быть Чудовищной Если Говорить Неправду Иногда То Люди Это Заметят Но Если Говорить Неправду Постоянно То Они Подумают Что Ты Честный Разделя И Властвуй 106 Когда Люди Духовно Едины Любят Друг Друга Счастливы Богатые Наслаждаются Жизнью Тогда Они Имеют Значительную Защитную Жизненную Силу Между И вокруг Себя Демоны Просто Не могут Проникнуть Сквозь Эту Силу И Причинить Им Вред Когда Люди Духовно Разделены Напуганы И Бедны Тогда Каждый Из Их Имеет Только 20% От Своей Защитной Жизненной Силы И Демоны Могут Проникнуть В Них 107 Разделяя Властвуй Является Одним Из Наиболее Важных Методов Контролирования Порабощения И питания Человечеством Он Имеет Две Части Первая Часть Состоит В Том Чтобы Духовно Разделить Всех Людей Заставить Их Ненавидеть И Враждовать Друг Против Друга На всех Уровнях Члены Семьи Друзья Соседи Сослуживцы Нации Страны Расы Религии Любое Естественное Различие Между Людьми Потенциально Может быть Использовано Чтобы Разделить И настроить Их Друг Против Друга Вторая Часть Состоит В том Чтобы Всю Жизнь Держать Их Разделенными И Чтобы Этого Добиться Они Всю Свою Жизнь Должны Быть Общие Правила А Скобка Закрылась Чтобы Разделить Людей Друг От Друга Демоны Во-первых Заражают Их Своими Собственными Демоническими Идеями Ценностями И Образом Жизни Как Часть Этого Они Создают Всевозможные Секреты И Дают И Их Людям Секреты Разделяют Людей Если Ты Тайно Работаешь На Правительство Или Кого-то Еще Если Ты Являешься Членом Секретного Общества Если У тебя Есть Секреты От Своих Близких Друзей И Окружающих Скобка Открывается Кроме Личных И Частных Естественно Скобка Закрылась То Ты Агент Сатаны Сатанист Бог Создал Этот Мир Свободным Открытым И Счастливым Без Проблем Страданий Секретов В Духовно Разве В Том Обществе Нет Секретов Хорошим Людям Нечего Скрывать Хорошие Поступки Совершаются Открыто Человек Скрывает Только Плохие Вещи Только Преступления Совершаются Тайно Если Что-то Делается В тайне От Тебя То Это Делается Против Тебя Секретность Сама По себе Является Преступлением Секретность Это Оружие Используемое Преступными Организациями Против Духовно Неразвитых Обществ С целью Манипулирования Ими Наживы На них И их Пробощение Б Другой Метод Который Давно Завершен Это Создать Страны С Различными Социальными Системами И Заставить Их Ненавидеть И воевать Друг Против Друга В Чтобы Люди Убивали Друг Друга В Пределах Страны Правительства Этих Стран Специально Приглашают Большие Количества Иммигрантов С другой Религией Затем Агенты Спецслужб Работающие И среди Местных Жителей И среди Иммигрантов Медленно Но верно Заставят Их Ненавидеть Друг Друга Спровоцируют На кровавые Столкновения И в Конечном Итоге Развяжут Войну Г Скобка Закрылась Классическим Методом Является Дать Людям Такую Финансово Банковскую Систему Которая Их Разделит Это кредитно-долговая Система Которую Мы сегодня Имеем По всему Миру Д Скобка Закрылась Сегодня Очень популярным Методом Разделения Людей Стал метод Вербовать Их В многочисленные Секретные Агентства И заставлять Их Ненавидеть И шпионить Друг за Другом Существует Много Других Общих Правил Конкретные Методы 109 В детстве Агенты Секретных Служб Работающие В качестве Учителей В детских Садах И школах Учат Детей Тайно Им Доносить Если Папа Кричит На маму И подобное Когда дети В своем Сердце Имеют Этот секрет От своих Собственных Родителей Тогда Они Духовно Разделены От родителей Такие Дети Не защищены Жизненной Силой Родителей Поэтому Ростут Слабыми И являются Легкой Добычей Для демонов 110 Те Родители Кто Сами Являются Агентами Будут Подталкивать Своих Детей Становиться Друзьями Преследуемых Детей Скобка Открывается Это Вторая Часть Разделения Скобка Закрылась 111 Во Взрослой Жизни Наиболее Популярный Метод Разделить Мужа И Жену Это Соблазнить Одного Из них И позволить Другому Случайно Об этом Узнать 112 Женщина Часто Используется Для Разделения Братьев Местная Сеть Агентов Подстроит Ситуацию В которой Один Из Братьев Познакомится С женщиной Агентом На этой Стадии Задача Агента Заключается В том Чтобы стать Его Подругой И заползти В его Сердце Как можно Глубже На следующей Стадии Она должна Соблазнить Второго Брата В это Время Другие Агенты Построят Ситуацию В которой Первый Брат Случайно Об этом Узнает Перед Этим Несколько Мужчин Агентов Постоянно Будут Вокруг Первого Брата В качестве Пиателей Когда он Станет Морально Поломанным И одиноким Один из них Присоединится К нему В его Горе Внимательно Его Выслушает И станет Его новым Лучшим Другом Став Твоим Лучшим Другом Агент Будет Играть Эту Роль До конца Твоей Жизни Или Его Жизни 113 Если Муж И жена То мужа Наймут Только На работу Где он Будет Зарабатывать Меньше Жены 114 Следующий Метод Обычно Происходит На работе Когда Двое Людей Разговаривают И выглядят Или Слишком Серьезно Или Слишком Радостно То Работа Секретного Агента Заключается В том Чтобы Сразу К ним Подвижать И вставить Свою Негативную Силу Между Ними Чтобы Разделить Их И нарушить Их Разговор Переехал В другой Город То Сеть Местных Агентов Секретных Служб Изолирует Его От Окружающих Людей Они Распространят Ложь о нем Среди Всех Людей С которыми Он Контактирует Среди Соседей Новых Коллег По Работе В местных Ресторанах Барах Библиотеках И так Далее Разным Людям Они Скажут Разную Ложь Если Челок Является Одиноким Мужчиной То Местным Женщинам С Молодыми Дочерями Скажут Что Он Сексуальный Маньяк Местным Женатым Мужчинам Скажут Что В предыдущем Городе Он Имел Секс С Ей То Женой И Убежал Оттуда Коллегам По Работе Скажут Что Он Иностранный Шпион Местному Обшеству НЛО Скажут Что Он Инопланетен Изменяющий Свою Внешности Так Далее Как Они Распространяют Ложь Очень Просто Агент Всего Один Раз Проронит Фразу Типа Наш Новый Сосед Является Сексуальным Маньяком Это Все В 95% Случаев Люди Не задают Вопросов Сразу же Верят В ложь Далее Распространяют Ее Среди Других Людей И Начинают Избегать Невинно Го Соседа Но Если Кто-то Спросит Агента Откуда Ты Можешь Это Знать Если Ты Видишь Его В Первый Раз То Он Дружелюбно Улыбнется Скажет Что Пошутил И Сразу Поменяет Тем Они Не Наста В любом Случае 95% Успеха Является Огромным Успехом Когда Человек Изолирован И Одинок Сатанисты Могут Легко Стать Его Новым Лучшим Другом Подругой Или Женой Это Является Рутинной Работой Секретных Служб Они Делают Это Всем Более Или Менее Важным В Обществе Людям Везде И На Протяжении Многих Десятилетий 116 Полезно Знать Что Секретных Агентов Обучают Входить В Доверие И Становиться Нашими Лучшими Друзьями В Их Учебниках Говорится Что Довольно Легко Можно Стать Лучшим Другом Практически Любому Человеку Надо Только Следовать Простым Правилам Терпеливо Слушай Все Что Человек Говорит И Никогда Его Не Перебивай Скобка Открывается Если Ты Не Перебиваешь Говорящего Человека То В конце Концев Он Расскажет Тебе Все Скобка Закрылась Никогда Не Показывай Ему Своё Нетерпение Или Негативные Эмоции Поделись С ним Произнеси Те же Фразы Идеи Которые Он Сказал Несколько Недель Или Месяцев Назад Часто Говори Ему И Окружающим Что Он Твой Лучший Друг Агентов Обучают Не Настаивать На Дружбе Если Он Почует Что Ты Не Веришь В Его Ложь Он Тихо Отступит В Сторон И Другой Дружелюбный Агент Попроб Рано Или Поздно Сказывая Вам Ложь Друг О Друге И Настраивая Друг Против Друга Скобка Открывается Смотрите 115 Скобка Закрылась 117 На протяжении Нескольких Последних Десятилетий Секретные Службы Осуществляют План иметь Своих Агентов В каждой Семье Скобка Открывается А также В армии И полиции В каждой Фирме И в каждой Небольшой Группе Людей Скобка Закрылась Агентом Может быть Муж Жена Или Ребенок Иметь Агентов В семье Намного Проще Чем Многие Люди Могут Подумать Просто Когда Мы Молодые Большинство Парней Агентов Женятся На Обычных Девушках А девушки Агенты Выходят Замуж За Обычных Парней Брачные Агентства И веб-сайты Тоже Используются Для этой Цели Так Как Все Они Созданы И Принадлежат Разным Секретным Агентствам Они Тоже Работают Просто Одинокие Агенты Открывают Свои Профайлы На Веб-сайте Знакомств Когда Обычные Парни Просматривают Профайлы Им Показывают Только Профайлы Девушек Агентов А девушкам Парней Агентов Чтобы Все Происходило Естественно Самим Агентам Об этом Не Говорят Большое Количество Людей Становится Друзьями Любовниками Или Женится Через Эти Веб-сайты Некоторые Из них Впоследствии Становятся Важными В обществе Людьми Частью Этого Плана Является Правило Согласно Которому Все Важные Общественные Деятели Такие Как Политики Руководство Армии Полиции Ведущие Бизнесмены Богатые Люди Знаменитости И даже Обычные Но Красивые Люди Должны Иметь Агентов В качестве Своих Супругов И супруг Так как Они Собирают И владеют Детальной Личной Информацией На всех Граждан Что они Любят Предпочитают И ценят Больше всего Например Какой тип Людей Им нравится Какие Имена Цветы Духи Еда Алкоголь Одежда Нижнее Белье Каким Они Видят Лучший Романтический Вечер Что Предпочитают В сексуальных Взаимоотношениях И так Далее И Вдобавок К этому Тот факт Что они Могут Гипнотизировать Людей И воздействовать На их Подсознательные Эмоциональные Центры То они Довольно Легко Достигают Успех В 90-95% Случаев В результате Этого Сегодня Большое Количество Самых Важных В обществе Людей Имеют Агентов Спецслужб Внутри Своих Семей 118 Согласно Плану Если Семья Не имеет Агента Внутри То агентом Должен Быть Лучший Друг Или Подруга Члена Семьи Что Тоже Легко Добиться Обычно Они Становятся Нашими Друзьями С детства Или Наши Настоящие Друзья Потихоньку Вербуются Сегодня Практически Все Семьи В развитых Странах Имеют Агентов Или Внутри Или В качестве Лучшего Друга Дробь Подруги 119 Зачем Демонам Надо иметь Агентов В каждой Семье Прежде всего С целью Разделения И питания Само Присутствие Секретного Агента Внутри Семьи Духовно Разделяет Членов Семьи Пассивно Понижает Скобка Открывается Ворует Скобка Закрылась Их Жизненную Силу Но Конечно Демоны Не хотят Жить Пассивно Их Агенты Всегда Имеют Подсознательную Жажду Причинять Боль Членам Их Собственных Семей То же Самое И с Друзьями Членов Семьи Обычно Это Подруга Жены Она Будет Учить Жену Как Вести Семью Чтобы Сделать Ее Счастливой И при этом Отравит Ее Демоническими Идеями Которые Сделают Семью Несчастливой Вначале Она Предупредит Жену Ничего Не Говорить Мужу И держать Все В секрете Она Скажет Что Эффект Будет Только Если Муж Ничего Не Знает Этим Самым Она Духовно Отделяет Жену От Мужа И Делает Ее Уязвимой Затем Она Отравит Ее Жизнь И Жизнь Ее Семьи Существует Много Демонических Идей Которым Агенты Секретных Служб Учат Членов Семей Чтобы Отравить Их Жизнь Например Я Твоя Лучшая Подруга Я Люблю Твою Семью Больше Чем Свою Собственную Ты Всегда Должна Рассказывать Мне Все Что Происходит В твоей Семье Управлять Семьей Не Занимайся Сексом С мужем Когда он Хочет Только Занимайся С ним Сексом Когда он Приносит Тебе Деньги Храни Все Семейные Деньги На своем Счету Если Мужу Нужны Деньги Он Должен Тебя Просить Будь Умной Контролируй Свою Семью И Все Мне Рассказывай Так Демоны Отравляют Семьи Прочиняют Им Душев Боль И Питаются Их Страданиями Во-вторых Агенты Помогают Правительству Тайно Контролировать Членов Семьи И Формировать Их Мнение По Различным Вопросам 120 Организованное Преступное Преследование Скобка Открывается Оп Скобка Закрылась Во всех Странах Секретные Службы Проводят Организованное Преступное Преследование Определенных Граждан Они Преследуют Тех Кто Не Продал Себя Сатане Кто Не Признал Деньги Как Смысл Жизни Тех В Кого Демоны Не Могут Проникнуть Многие Из Них Являются Политиками Учеными Журналистами И Распространителями Правды Которые Пытаются Донести До Людей Правду Оп Является Экстремальной Формой Преступления Его Целью Является Полное Уничтожение Человека Скобка Закрылась Дефис Психологическое Физическое И социальное Без свидетелей И вещественных Доказательств Этого Преступления Например Довести Человека До самоубийства Или Совершения Преступления Чтобы Посадить Его В тюйму Или До умственного Расстройства Чтобы Поместить В психиатрическую Больницу Оп Проводится Черными Магами Офицерами Скобка Открывается Официально Они называют Себя Психологами Экстрасенсами И тому подобное Скобка Закрылась И сетью Их агентов Обычно Существует Три стадии На первой Они изолируют Человека От окружающих Людей И создают Вокруг Него Вакуум Затем Этот вакуум Заполняют Своими Агентами На третьей Стадии Они начинают Издеваться Над ним В полную силу И уничтожают Его Для изолирования Используются Методы Описанные Выше И другие На второй Стадии Могут Использоваться Различные Методы В зависимости От ситуации Например Его старые Друзья Могут быть Постепенно Изолированы От него И агенты Станут его Новыми Друзьями Его соседу Может быть Предложена Хорошая Работа В другом Городе И он Переедет А в его Доме Поселится Агент Местные Врачи Официанты И другие Могут быть Заменены На агентов Местные Офицеры Полиции А также Члены Его собственной Семьи Могут быть Использованы Против него И даже Не будут Знать Об этом Конечно Лучше Всего Если Они Уже Являются Агентами Третья Стадия Проводится Изнутри И снаружи Изнутри Черный Маг Офицер Скобка Открывается Демоны Внутри Него Скобка Закрылась Подключается К подсознательным Эмоциональным Центром Человека И максимально Их отравляет И раздражает Своей Негативной Силой Для этого Он также Может Использовать Магические Заклинания И ритуалы В этот Перед Преследуемый Человек Ничего Не чувствует Чтобы Негативная Сила В его Подсознании Ударила И разрушила Его сознание Она Должна Быть Оттуда Высвобождена Это Производится При помощи Специальных Ситуаций Называемых Провоцирующие Ситуации Снаружи Они выглядят Очень обычно И невинно Но изнутри Могут полностью Уничтожить Человека Провоцирующие Ситуации Может быть Такой Простой Как Например Использованный Бумажный Стаканчик Оставленный Перед Его Автомобилем Или На улице Подросток Скажет Своей Подружке Ту же Фразу И с такой Жей Интонацией Как он Прошептал Ее на ухо Своей Жене Во время Занятия Любовью В их Собственной Спальне Несколько Дней Назад Или Кто-то Насвистит Мелодию Из его Далекого Детства Или Произойдет Что-то Подобное Они Также Могут Быть И более Сложными Когда Человек Увидит Использованный Стаканчик Перед Своим Автомобилем Тогда Вся Разрушительная Негативная Сила Автоматически Высвободится Из его Подсознания И очень Больно Ударит По сознанию Это Сделает Его Абсолютно И Неконтролируем Раздраженным И Злым Механизм Этого Такой Же Как Если Мы Надуем Ядовитым Газом Воздушный Шар До Его Предела А Затем Взорвем Его Маленьким И Невинным Прикосновением Иглы Когда Черные Маги Подобным Образом Несколько Раз Жалят Преследованных Людей Тогда Многие Из Них Просто Не Могут Выдержать Эту Ужасную Душевую Боль И Кончают Жизнь Самоубийством Снаружи Нет Никаких Вещественных Доказательств Преступления И Даже Трудно Понять Почему Они Совершили Самоубийство Преследуемые Люди Сами Не знают Что Происходит И Поэтому Не Могут Объяснить Окружающим Если Человек Скажет Друзьям Что Бумажный Стаканчик Приводит Его В неконтролируемую Ярость То Они Подумают Что У Него Психическое Расстройство В Такой Ситуации Полиция Ничего Не Может Сделать И Они Целенаправленно Обучены Ничего Не Делать Теперь Как Члены Семьи Могут Быть Использованы Против Человека Вот Один Пример Допустим У него Очень Важное Совещание В 15 00 Агенты Секретных Служб Подстроят Ситуацию В Которой Он Опоздает На Совещание И Будет Иметь Тяжелые Последствия Затем Черный Маг Офицер До Предела Накачает И Отравит Его Подсознание Деобразом Скобка Открывается Мыслеформой Скобка Закрылась 15 После Этого Когда Человек Будет Идти По Улице Перед Его Лицом Один Прохожий Громко Спросит Другого Извините Сэр Который Час И Второй Еще Громче Ответит 15 00 Сэр В этот Момент Разрушительная Сила В Подсознании Человека Высвободится И ударит По Сознанию Его Кровяное Давление Мгновенно Подскочит Сердце Начнет Быстро Биться И Руки Неравно Дорожать В этот Момент Черный Маг И Его Агенты Испытают Очень Сильное Чувство Удовлетворения И Счастья Что Является И только Что Украли У этого Человека На Следующей Неделе Он Откроет Дверь Своего Дома И Снова Получит Удар На Этот Раз Через Коммерческую Рекламку В которой Говорится Что Какое То Предложение Действительно Только До 15 00 Ему Стоит Поторопиться Чтобы Не Опоздать Если Он Поедет В Командировку Или Отпуск То В Аэропорту Другого Города Услышит Сообщение Рейс Номер 15 Откладывается До 15 00 Повторяю До 15 Если Он Едет В Автомобиле И Включит Местную Радиостанцию То Через Несколько Минут Ведущий Расскажет Шутку О Человеке Который Опоздал На Своё Совещание После Десятка Таких Провоцирующих Ситуаций Человек Сам Начнет Верить Что У него Психическое Агент Подруга Его Жены Пригласит Ее В кафе На Чашку Кофе В 15 00 Так Что Невинная Жена Скажет Своему Мужу Что Собирается Выпить Чашечку Кофе В 15 00 Эта Фраза Может Убить Человека Или Жену 121 Большого Значения Не Имеет Если Преследуемый Человек Поменяет Работу Или Приедет В Другой Город Миллионы Секретных Агентов Работают Везде По всей Стране 122 Агенты Низкого Ранга И новобранцы Тоже Используются В организованном Преступном Преследовании Не зная Об этом Скобка Открывается Даже Обычные Граждане Могут Быть Использованы Для Исполнения Маленьких Задач Смотри 101 Скобка Закрылась Например Агенту Может быть Дана Задача Насвистывать Детскую Мелодию Проходя Мимо Определенного Дома Что Выглядит Довольно Невинно Он Будет Удивленно Задачен Каким Образом Это Делает Его Страну Безопаснее Он Не знает Что Каждые 5 Или 6 Дней Другой Агент Имеет Такую Же Задачу Всего Их Может Быть Несколько Десятков Никто Из Них Не Будет Знать Друг Друга И Никто Из От Передозировки Наркотиков И Что Мелодия Которую Они Насвистывают Это Мелодия Из Мультфильма Который Родители И Ребенок Вместе Смотрели За день До Его Смерти Они Также Не Будут Знать Что Один Из Родителей Является Журналистом Который Три Года Назад Опубликовал Статью О Преступлениях Высокопоставленных Чиновников И Через Несколько Месяцев После Этого Лучший Друг И Ребенка Сделал Его Наркоманом А в Прошлом Месяцем Случайно Убил Дав Такую Же Дозу Но Очень Концентрированную 123 В Подобных Случаях Когда Преследуемый Человек Подталкивается К своим Пределам Агентов Обучают Брать С собой Друга Или Подругу И Сделать Так Чтобы Он Шел Между Агентом И Домом И Даже Попросить Его Насвистывать Мелодию Смысл Этого Заключается В том Что Если Человек Потеряет Самоконтроль То Он Может Схватить Ружье И Пристрелить Их Или Схватить Бейсбольную Биту И Разможжить Им Головы В Любом Случай Он Первым Атакует Того Кто Ближе Невинно Годруга И У Агента Будет Шанс Убежать И Вызвать Полицию Заметка О преступной Психологии Больше Всего Преступники Получают Удовольствие От Безнаказанного Совершения Самих Преступлений Но Не Меньшее Удовольствие Они Получают Когда Подстраивают Ситуации В которых Невинные Люди Расплачиваются За их Преступления 124 Часто Полицейские Сами Принимают Участие ВОП Не Зная Об Этому В Полицейской Академии Учит Что Иногда Они Будут Иметь Дело С Психически Больными Людьми Как Их Распознать И Затем Следует Не Описание Поведения Психически Больных Людей А Описание Людей Подвершихся Организованному Преступному Преследованию В результате Чего Получивших Тяжелый Нервный Срыв Вот Некоторые Из Описаний Человек Будет Просить Защитить Его Но Не Сможет Сказать От Кого Именно Он Скажет Что Существует Заговор Против Него Что Десятки Людей Вокруг Него Тайно Издеваются Над Ним И Совершают Странные Поступки Что Они Телепатически Атакуют Его И он Слышит В голове Шум и Голоса Что Чей-то Старый Карандаш Оставленный На Его Рабочем Столе На Работе Абсолютно Его Раздражает Излит Что Эти Люди Везде Дефис Они Его Соседи Официантки В ресторанах Врачи Механики В автогаражах Продавцы Незнакомцы На улице Даже Члены Его Семьи И друзья Но У него Никогда Не будет Свидетелей Или Вещественных Доказательств Если Полицейский Откажется Помочь То У него Может Начаться Истерика В Подобных Случаях Полицейских Учит Вызвать Психиатрическую Скорую Помощь Как Жертва ОП Будет Себя Чувствовать Если Он Уже Получил Сильный Нервный Срыв И В Качестве Последнего Шанса Спастись Обратился В полицию За Помощью Но Вместо Этого Был Отправлен В Психиатрическую Больницу Которые Традиционно Принадлежат И Управляются Секретными Службами На Обследовании Этот Человек Важным Является Вопрос Кто Разработал Эти Инструкции Для Полицейских Кто Составил Их Учебники В общем-то Их имена Написаны В учебниках Если Мы Их Проверим То Легко Обнаружим Что Они Являются Или Агентами Секретных Служб Или Членами Частных Секретных Сатанистских Обществ Или Тем и Другим 126 В Большинстве Случаев Секретные Агентства Не Толкают Людей До Самоубийства А Просто Отравляют Их Жизнь Они Делают Это Так Естественно Что Преследуемые Люди Не Догадываются Что Кто То Всю Жизнь Целенаправленно Над Ними Издевается 127 Миллионы Агентов Секретных Служб Издеваются Над Всем Обществом На Повседневной Основе Это Очередной Метод Сбора Большого Количества Жизненной Силы С целых Стран Они Обучены Это Делать Таким Образом Чтобы Люди Не Поняли Что Это Делается Специально На Это Существует Две Причины Первая В этом Случае Люди Не Могут Их Обвинить И Наказать Вторая Когда Люди Не Знают Или Не Верят Что Кто То Издевается Над Ними Целенаправленно Тогда Их Подсознание Назащищено И Подозревают Об Этому Так Что Поступки Агентов Всегда Выглядят Так Как Будто Это Произошло Случайно Естественно Они Обучены Издеваться Над Людьми В Любой Ситуации Например Если Ты Дашь Агенту Свою Оптику Тире Фотокамеру Или Бинокли То Он Слэш Она Случайно Дотронется Пальцами До Линзы Объектива Или Уронит Их Или Одновременно Нажмет На Все Кнопки На Фотокамере Чтобы Ее Замкнуть И И Спортить Если Ты В Отпуске И Попросишь Агента Тебя Сфотографировать То Он Сфотографирует Вне Фокуса Если У Агента Грипп То Он Неожиданно Тебя Навестит Пойдет В ванную Комнату И Несколько Раз Тихо Чихнет В Полотенце Так Что После Его Использование Члены Семи Заразятся Если Ты Одолжишь Агенту Деньги То Он Никогда Их Не Вернет Но Каждую Неделю Будет Чисто Сердечно Обещать Вернуть Их На Следующей Неделе И Будет Получать Удовольствие Наблюдая Как Ты Его Упрашиваешь И Ждешь Свою Нервную Систему Если У Тебя Новый Сосед По Квартире И Через Некоторое Время Началась Сильная Изжога Два Три Раза В Неделю То Это Означает Что Твой Сосед Является Агентом Который Отравляет Твою Еду Обычно Они Для Этого Используют Химические Продукты Домашненное Пользование Если Это Твоя Жена Или Подруга Как Только Она Узнает Что Ты Любишь В сексе Больше Всего Ты Больше Никогда Это Не Когда Ты Как Порядочный Человек Наклонишься Чтобы Его Подобрать И В этот Момент Наложит К тебе В спину Специальное Заклинание Смысл Которого Можно Описать Как Пусть Ты Всю Жизнь Служишь Мне Как Ты Служишь Мне Сейчас Агент Зубнов Врач Поставит Пломбы В хороших Зубах Если Ты Преследуемая Личность То Он Поставит Пломбу С Или Деньги Тире Что Первое Парикмахер Пострижет Волосы На затылке Неровно Если Ты Закажешь Визитки То Они Сделают Ошибки В твоем Имени Веб-сайте Электронной Почте И Телефоне В твоей Машине Он Случайно Уронит Сигаретный Пепел На сиденье Чтобы Прожечь Дырку Если Это Автомобильный Механик То Во время Починки Одной Детали Он Поперек Двух Мест На узких Жилых Улицах Они Паркуются На самых Углах Перекрестков Чтобы Всем Поворачивающим Машинам Было Трудно Их Обрежать Особые Офицеры Секретных Служб Периодически Разъезжают По городу И Дистанционно Портят Электрические Системы Окружающих Машин Такие Как Отопление Кондиционер Сенсор Выхлопных Газов И Другие Или Если Ты Находишься Глубоко В лесу Или На Автомагистрале Между Городами То Аккумулятор Твоей Машины Неожиданно Испортится Смотри 138 Они Научно Рассчитали Сколько Машин Должны Испортить В месяц Чтобы Все Выглядело Естественно И не Привлекало Внимание Общество Помимо Этого Они Рассчитали Сколько Людей В основном Их Собственных Агентов В месяц Они Должны Сделать Больными Раком Диабетом Гастритом Инфарктом Плохим Зрением Ожирением И другими Заболеваниями С тем Чтобы Их Владельцы Терраэлита Богатейших Сатанистов Владеющие Фармакологическими Компаниями И медицинскими Учреждениями Могли Продолжать Делать Деньги И оставаться Богатыми Также Каждый Месяц Они Похищают Большое Количество Детей Их Похищают Для трех Основных Целей Первое Для ритуальных Жертвоприношений Которые Проводят Многочисленные Группы Богатейших Сатанистов И другие Сатанисты Мучая И убивая Детей Они получают Особую Молодую И чистую Жизненную Силу Которая Помогает Им Оставаться Жизнерадостными И здоровыми Второе Для Донорских Органов Сатанисты Духовно Мертвы И не имеют Своей Собственной Жизненной Силы Поэтому В работе Их Внутренних Органов Часто Происходит Нарушение В результате Чего Они Постоянно Нуждаются В свежих И здоровых Молодых Органах Третье Для Сексуального Рабства Для этой Жи Богатейшей Элиты Согласно Официальной Статистике Несколько Сотен Тысяч Детей Бесследно Похищается По всему Миру Каждый Год Чтобы Незаметно Это Осуществлять Необходимо Иметь Тысячи Тренированных Агентов По всему Миру Которые Знают Расположение Всех Видеокамер В общественных Местах И имеют Доступ К их Видеозаписям А чтобы Незаметно Перерабатывать Извините За такое Слово Такое Большое Количество Детей Необходимо Иметь Сотни Своих Частных Клиник Врачей Медсёстр Судьи Адвокатов Воспитателей Детских Ресурсами Ничто В современном Контролируемом Мире Не происходит Случайно В это Трудно Поверить Но Вся Эта Колоссальная Демоническая И криминальная Деятельность Организована И проводится Нашими Властями И основана На их Официальные Демонических Философских Идеях Секретные Службы Не спешат Они Получают Большие Зарплаты И Многочисленные Тайные Льготы О существовании Которых Люди Не знают Другие Органы Власти Не имеют Права Их Контролировать Или Не делают Это Сколько Нибудь Серьезно Полиции Запрещено Расследовать Их Преступления И более Того Они Получают Приказы От их Руководства И помогают Им И так Далее Сатанисты В наших Правительствах По всему Мир Незаметно Создали Для себя Идеальные Условия Чтобы Официально Безнаказанно И на повседневной Основе Уредить Всему Человечеству 128 Когда Они Издеваются Над людьми В личной Жизни Они Оперируют В серой Пограничной Зоне Взаимоотношений Где Их Поступки Может быть Не выглядят Очень прилично Но И не Выглядят Очень Грубо Так Что Люди Опять Не Могут Их Обвинить И Наказать Обычно Они Настойчиво Делают Противоположное Тому Что Люди Любят Или Хранить Их На столе То Они Сразу Начнут Класть Их На Книжную Полку Так Как Они Подключены К Нашим Подсознательным Эмоциональным Центром То Все Их Маленькие Плохие Поступки Очень Раздражают Они Словно Напрямую Бьют По Нервам Агентов Обучают Издеваться Над Каждым Человеком Незаметно Для Окружающих Так Что Если Человек Потеряет Самоконтроль И начнет Неумело Себя Защищать И действовать В ответ То Он Будет Выглядеть Как Агрессор Агент Будет Выглядеть Как Жертва И Сразу Позвонит В полицию Таким Образом Когда Мы Видим Что Кто-то Умело И Постоянно Нервирует Окружающих Людей То Это Или Агент Спецслужб Выполняющий Свою Официальную Работу Или Кто-то Под Их Подстрекательством И Манипулированием Секретные Агентства Подетально Разработали Такие Издевательства Над Людьми В каждой Жизненной Ситуации Они Называют Их Методы Психологической Войны 129 Агенты Издеваются И над Самими Полицейскими Они Никогда Не работают Поодиночке Взгда Группами Если Нашел Одного Тирающий Других В то Время Как Один Агент Издевается И Провоцирует Полицейского Другие Притворяясь Прохожими Случайно Снимают Его Реакцию На Свои Сотовые Телефоны И Видеокамеры С другой Стороны Сами Агенты Работающие Полицейскими Будут Специально Проявлять Жестокость По отношению К людям Цель Секретных Служб Заключается В том Чтобы Настроить Людей Против Полиции И Отделить Их Друг От Друга Так Чтобы Люди Потеряли Свою Единственную Защиту От Преступников И Стали Полностью Незащищенными И Уязвимыми Незащищенным Людям Легко Причинять Вред И Манипулировать Ими Затем Эти Видеоролики Показывают По всем Каналам Новостей Принадлежащим Секретным Службам И По Интернету Рассказывая О полицейской Жестокости Против Обычных Людей И Никто Из них Не Говорит О Настоящей Первопричине Всех Наших Проблем Коей Являются Секретные Службы И Их Агенты 130 Агенты Становятся Полицейскими И Инфильтрируются В полицию Вот Некоторые Из Их Обязанностей Тире Быть В курсе Планов И Деятельности Полиции Тире Собирать Информацию На Полицейских И Их Семи Тире Создав Плохой Общественный Имидж Полиции И Настраивать Людей Против Них Для Этого Они Могут Быть Жестокими Перед Камерами Новостей Как Описано В 129 И 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 в ложное русло расследования, могут украсть или подменить настоящие вещественные доказательства на фальшивые, могут убить или выяснить местонахождение важных свидетелей и так далее. Благодаря этой инфильтрационной программе, полицейские силы быстро становятся силами секретных служб в полицейской униформе. Терев в случае, если их владельцам, лите богатейших сатанистов, удастся создать глобальную катастрофу, такую как глобальный экономический кризис, атомную войну или экологическую катастрофу, то эти агенты, а также другие агенты, некоторые силы безопасности и даже обычные криминальные группировки, получат приказ неожиданно напасть и убить членов наших правительств, ведущих политиков, офицеров армии, офицеров полиции, ученых, журналистов, охотников и так далее. Всех тех порядочных людей, кто может оказать сопротивление. Это является частью их террористического плана по физическому порабощению цивилизации. У них уже имеются полные списки намеченных людей с их именами, фотографиями, домашними и рабочими адресами, фотографиями машин, одежды, отпечатков подошв обуви и другими деталями. Все эти люди уже имеют дремлющие и отслеживающие микрочипы в их машинах, одежде, оружии и боеприпасах, в оборудовании для выживания в чрезвычайных ситуациях, например, в радио, фонариках, топориках и так далее. Все основные торговцы едой и оборудованием для выживания в интернете имеют товары с установленными на заводе микрочипами, и даже в их собственных телах, например, в зубных пломбах или внутри тела, если они до этого подвергались хирургическому вмешательству по какому-либо медицинскому поводу. 131. Агентов обучают незаметно использовать окружающих людей-членов их собственных семей, друзей, сослуживцев, незнакомцев и других, для своих целей. Они используют и манипулируют людьми для сбора информации, распространения лжи, воздействия на кого-то еще, подстроивания определенных ситуаций и так далее. Вот несколько примеров. Чтобы узнать, что происходит в чьей-то семье, или собрать другую информацию, они не спросят члена семьи напрямую, так как это будет слишком очевидным, но вместо этого, в качестве примера, поделятся тем, что происходит в их собственной семье, и затем подождут, когда он в ответ начнет горячо рассказывать все о своей семье. Если на следующий день спросить члена семьи, спрашивал ли его недавно кто-нибудь о его семье, то он ответит, что никто не спрашивал. Он не будет помнить об этом, потому что агент не задал вопрос напрямую. Агенты воздействуют на преследуемых людей непосредственно и опосредственно. Непосредственно, это когда агент делает это лично. Чтобы воздействовать на человека опосредственно, он настроит сознание кого-либо вокруг него, например его жены, таким образом, что она потребует что-то от него и будет думать, что это была ее собственная идея. В этом случае агент остается в тени и в безопасности. Опытные агенты могут воздействовать на преследуемых людей с еще большего расстояния. Они могут настроить сознание подруги жены таким образом, что она поделится этой идеей с женой, которая в конечном итоге потребует это от своего мужа и опять будет думать, что это была ее собственная идея. Если мы будем обращать внимание на то, что наши родственники, друзья и знакомые говорят, и от кого у них эти идеи, то мы довольно быстро обнаружим, что причиной почти всех наших семейных проблем являются находящиеся среди нас агенты. 132. Как агенты секретных служб насылают заклятие на людей. Вот несколько основных методов. А. Агент подойдет близко к человеку со спины, например в очереди в продуктовом магазине или в толпе в баре, сделает знак рога сатаны-выпрямленный и указательный палец и мизинец, и проведет ими поперек его спины. Это парализует тонкоматериальное тело человека в другом пространстве. Когда тонкоматериальное тело парализовано, то это ощущается как будто руки и ноги крепко, связя на глубоко в подсознании, так что человеку бывает намного труднее что-либо делать и чего-либо добиться в жизни. В результате, вся жизнь человека замедлится. Б. Он сделает знак рога сатаны и махнет именно человека. Расстояние обычно несколько метров. Это заклинание имеет подобный результат, как и предыдущие, но мягче. В. Более сильным черным магам не надо махать руками, они просто бросают на человека сконцентрированный взгляд на протяжении доли секунды и все. С небольшим опытом каждый может научиться распознавать такой демонический взгляд. Г. Агент дотронется кончиками пальцев до своего виска и затем махнет рукой на тебя. Демоны находятся в центре их головы, в третьем глазе. Когда он дотрагивается до виска, он берет их негативную силу и махнув рукой бросает ее на тебя. Это махание может быть столь незначительным, что его даже может быть трудно заметить. Д. Когда ты направляешься в комнате, чтобы в нее войти, он побежит впереди тебя, откроет дверь, прошепчет заклинание, всего пять слов, внутрь комнаты и закроет дверь. Если ты поймаешь его, когда он это делает, он скажет, что кого-то искал. Теперь в комнате существует демон в виде заклинания, в виде негативной силы. Начиная с этого момента, негативная сила ударит любого первого вошедшего в комнату человека. Комната может быть любой дефис, твой офис на работе, комната в общественном месте или в твоем доме. Это заклинание имеет относительно такой же результат, как и предыдущие. Это же может быть сделано и с холодильником, но теперь негативная сила ударит тебя два раза. Один раз, когда ты откроешь холодильник, и второй раз, когда будешь есть еду из него. Е-е-е, каждый раз, когда ты готовишь или ешь, агент хочет подойти и уставиться на еду. Этим он крадет силу еды и накладывает на нее порчу. Если ты обратишь внимание, то в этот самый момент можешь заметить, что еда стала слегка менее соленой, менее вкусной. Мясо стало более сухим. Такая еда вызывает изжогу. Черные маги-офицеры накладывают специальные, очень сильные заклинания на определенные короткие видеоролики, двух-пять минут, и хранят их в интернете на специальных сайтах. Это могут быть любые ролики, смешное домашнее видео, реклама и так далее. Затем агент низкого ранга подойдет к тебе и подружески покажет один из этих роликов через свой сотовый телефон. З-е, продвинутые маги способны вселяться в подсознание своих агентов, даже в некоторых обычных людей, которые могут быть членами твоей семьи, друзьями и сослуживцами. Теперь, где бы агенты ни находились, маги будут из их подсознания накладывать сильные заклинания на окружающих людей. При этом сами агенты ничего не будут чувствовать или знать этом. Другой аналогичный метод. Когда маг заряжает подсознание агента или непосредственно, или через сотовый телефон, в этом случае агент должен держать свой телефон перед лицом и внимательно смотреть на показываемые картинки в течение нескольких минут. Когда такой агент приблизится к необходимому человеку, то заряд ударит по человеку. И опять, агент не будет чувствовать или знать что-нибудь об этом. 133. С начала времен, черные маги стараются обеременеть как можно больше женщин. Сегодня, на широкую ногу этим занимаются черные маги, работающими офицерами секретных служб. Для этой цели они используют своих сотрудниц, как замужних, так и незамужних. Какова цель этого? Во-первых, от черных магов часто рождаются сами демоны в виде детей. Их другие дети и внуки имеют намного более слабую внутреннюю взаимосвязь с душой, чем обычные дети, так что они легко совершают преступления и демоны легко могут в них проникнуть. Этих детей с раннего возраста тренируют в качестве агентов. Сегодня, около 10-15% всех агентов секретных служб являются такими детьми. Они получают продвижение по службе намного быстрее и легче других, и именно они впоследствии становятся черными магами-офицерами. 134. Когда агенты секретных служб принимают роды, они не держат головку ребенка в ладони, а поддерживают ее за основание черепа между большим и указательным пальцами. Если ты обратишь внимание, то заметишь, что они сжимают основание черепа ребенка. Этим самым они блокируют два главных энергетических канала между головой и туловищем. На физическом уровне после 20-30 секунд сжатия стенки нескольких вен головного мозга слипаются, и кровь больше не циркулирует нормально. Оба эти повреждения являются необратимыми. Так как энергия ребенка не течет нормально, его естественные психические способности будут заблокированы. Он будет росте психически и физически слабым. В будущем у него также могут развиться расстройства функций головного мозга, связанные с неправильной циркуляцией крови. Секретные службы делают это в массовом порядке по отношению к определенным национальностям и преследуемым семьям, как часть очередной государственной программы социального прогнозирования. 135. Нет-нет мантра. Агентов секретных служб обучают всегда отрицать и прятать наиболее важную для людей правду и полезную информацию. Они также должны психологически атаковать и отрицать все, что говорят определенные преследуемые люди. Этим самым они блокируют их подсознание и воруют их жизненную силу. Техника этого простая, тире чтобы человек не говорил, они постоянно повторяют Нет, нет, это неправда. Нет, нет, это не так. Нет, нет, я тебе не верю. От кого ты это знаешь? Назови мне его имя, номер телефона, где работает, какой у него километраж машины, марка наручных часов и размер обуви. Нет, нет, ты меня не убедил. Нет, нет. Так что когда кто-то отрицает все, что ты говоришь, то ты теперь знаешь, что это агент поющий нет-нет мантру. Другой аналогичный метод блокирования подсознания человека, это постоянно задавать ему вопросы и при этом постоянно его перебивать. Когда они не могут отрицать правду, они просто делают скучающий вид, перестают разговаривать и поддерживать разговор, и пытаются поменять тем. И при помощи этого ты также можешь их распознать. 136. Друг-недруг. Это очень демонический метод. Он разработан против самых дружелюбных, открытых и уязвимых людей с тем, чтобы их убивать или эмоционально калечить без каких-либо вещественных доказательств. Его используют, когда человек переехал на новое место жительства и имеет новую работу. В начале, местная сеть агентов секретных служб везде распространит о нем ложь, чтобы отделить его от всех окружающих людей и сделать его одиноким. Затем один из агентов неожиданно станет очень дружелюбным с ним. На этой стадии работа агента заключается в том, чтобы стать его новым лучшим другом и заползти в его сердце как можно глубже. При этом преследуемый человек будет чувствовать, что этот человек является кем-то особенным, что он самый лучший друг, который когда-либо был в его жизни. Он будет счастлив, что случайно встретил такого хорошего человека. Каждое утро он с нетерпением будет ждать очередной встречи со своим новым другом. Такие неожиданные, неконтролируемые и глубокие чувства говорят о том, что его подсознательные и эмоциональные центры находятся под атакой. Эта стадия обычно длится около недели. После этого, в один прекрасный день, когда он снова его встретит и от всей души воскликнет «Доброе утро, мой дорогой друг, как поживаешь?» Его новый друг неожиданно сделает очень недовольное лицо, ничего не ответит, повернется и быстро удалится. Преследуемый человек будет пойман врасплох, он не будет понимать, что происходит и почему его новый друг такой недовольный. Он будут думать, что может быть сам чем-то его обидел, попытается с ним поговорить, но агент всегда будет его избегать с очень недовольным лицом. Цель этого маневра заключается в том, чтобы причинить преследуемому человеку как можно больше душевной боли, как можно глубже разбить его сердце. Эта стадия тоже длится около недели. После этого другой агент неожиданно станет очень дружелюбным с преследуемым человеком и он опять удивится, тире как он раньше не заметил такого хорошего человека. На следующей неделе этот новый друг еще глубже разобьет его сердце таким же методом. На место второго агента придет третий и так далее. Это издевательство может повторяться столько раз, сколько они решат. Так как агенты секретных служб и другие сатаниси подключены к подсознанию людей, то все их плохие поступки и слова глубоко проникают в душу людей и бывают для них очень болезненными и разрушительными. Некоторые из преследуемых людей просто не могут выдержать такое нечеловеческое издевательство, у них происходит инфаркт или инсульт и они умирают. Другие на всю жизнь остаются эмоциональными и физическими калеками. Каждый раз когда агентам секретных служб удается убить или покалечить порядочного человека, они получают очень сильное подсознательное чувство счастья и удовлетворение сравнимое с наркотической эйфорией, а также продвижение по службе и повышение зарплаты за очередную успешно проведенную секретную операцию. Используя этот метод, агенты технически не нарушают никакой государственный закон и официально не могут быть осуждены и наказаны. 137. У слабых людей есть поверье, что если они не делают ничего плохого, то никто не причинит им боли. Эта идея ложная. Секретные службы причиняют тебе боль первыми, тире не потому, что ты сделал или нет что-то плохое, а потому, что они питаются твоими страданиями, твоей жизненной силой. Это смысл их жизни и их работа. Невозможно быть хорошим для зла. Более того, они не боятся хороших людей, поэтому причиняют им боль больше всего. Но они боятся плохих людей, тех кто не колеблется себя защитить, особенно когда у них есть оружие. И всех агентов парализует страх, когда они встречают умных людей, которые знают кто есть их истинный враг, и имеют комбинацию длинные ружья, дефис, короткое терпение. Электроника 138. Каждое существующее электронное устройство может полностью управляться и манипулироваться на расстоянии, наши наручные часы, сотовые телефоны, телевизоры, персональные компьютеры, компьютеры на политических выборах, банковские счета, машины, светофоры, корабли, самолеты, спутники и так далее. Также, как мы управляем своим телевизором при помощи пульта дистанционного управления, существуют пульты дистанционного управления для всех остальных электронных устройств. Только некоторые из элиты богатейших сатанистов и небольшая группа руководителей, их глобальной секретной службы, знают об этом, те кто непосредственно владеет и пользуется ими. Всем остальным офицерам, агентам и простым людям не разрешено об этом знать, конечно же. Все электронные устройства специально разработаны таким образом, что сигналы дистанционного управления имеют приоритет над кнопками управления на самих устройствах. Например, если кто-то дистанционно закроет замки на дверях твоего автомобиля и ты изнутри попытаешься их открыть, то они останутся закрытыми. Если он начнет ускорять автомобиль и ты попытаешься тормозить, то он будет продолжать ускоряться. 139. Функции сотового телефона также могут манипулироваться. Когда кто-то нам звонит, он может слышать гудки, но мы не будем слышать звонков. Или он может слышать короткие гудки занятости. Когда он положит трубку, у нас не будет сообщения о пропущенном звонке. Он может подумать, что мы не хотим с ним разговаривать. Если он оставит голосовое сообщение, мы можем его не иметь и так далее. 140. Наши сотовые телефоны шпионят за нами с самого первого дня, как мы их имеем. Сотовые телефоны работают как глобальная система местонахождения, ГПС. Телефонные компании знают местонахождение каждого телефона в пределах 0,5 метров в любой. Все наши маршруты, когда мы имеем с собой, телефон автоматически записываются. Микрофон и камера работают всегда, даже когда мы выключаем телефон. Микрофон записывает разговоры в пределах 15 метров. Наши сотовые телефоны записывают нас 24-7 круглосуточно, 7 дней в неделю. Когда мы занимаемся любовью. Когда мы работаем. Когда мы вводим свой пароль в банкомат. Всегда и всё. Главной шпионской функцией сотовых телефонов является их способность постоянно излучать радиоволны особой частоты, которые отражаются от окружающих объектов и обратно улавливаются телефонами. Из этих сигналов создаётся трёхмерное чёрно-белое видео и автоматически записывается. На подобном принципе работают рыболовные сонары и холоты, которые мы можем купить в любом магазине охоты-рыболовства. Этой же функцией обладают и сотовые вышки. Так как это не настоящие видео-радиоволны, то эта функция одинаково хорошо работает как при дневном свете, так и в абсолютной темноте. Эти волны могут в некоторой степени проникать сквозь объекты, так что наши сотовые телефоны записывают окружающие события прямо из наших карманов и сумочек. Если кто-то имеет маску, сотовый телефон может записать уникальную картинку его зубов, зубных пломб, наручных часов и металлических частей его одежды, по которым он будет опознан. Когда кто-то в своем тайном и очень надежном месте считает свои деньги, которые он прячет от налоговой инспекции, офицер секретных служб наслаждается наблюдая и считая его деньги вместе с ним. В следующий раз, когда человек пойдет посмотреть на свои деньги, он обнаружит, что кто-то их украл. 141. Компьютеры обладают такими же способностями, как и сотовые телефоны и даже больше. 142. Каждый сотовый телефон может обнаружить и обменяться информацией с другими телефонами. 152. Мальчики-агенты на улицах могут видеть на своих телефонах списки номеров телефонов вокруг себя, обычно в пределах 50 метров, вместе с именами и фотографиями их владельцев. Они или работают, или постоянно присутствуют в каждом публичном месте по всей стране в рамках официальной программы общественной безопасности. Это прикрывающее оправдание для незаметного захвата власти над обществом. Чтобы не привлекать внимание людей, они долго не задерживаются на одном месте, а передвигаются с места на место и носят дешевую одежду. Когда они видят в своем списке человека цель, они помечены и телефон вибрирует, то должны сразу доложить своему начальнику, которые проинструктируют их что делать. 143. Все существующие электронные средства связи, радио, телевизоры, компьютеры, сотовые телефоны и особенно сотовые телефонные вышки, спутниковые тарелки и спутники, разработаны как хорошие проводники психических способностей. Так же как и да, они используются, чтобы дистанционно посылать на людей заклинания. Когда демонам надо послать заклинания на преследуемого человека, мальчик-агент на улице, стараясь выглядеть непремужденно, подойдет близко к нему, 2-10 метров, возьмет свой телефон и позвонит или пошлет текстовое сообщение своему черному магу-офицеру. Он направит камеру на человека и офицер наложит на человека заклинания через телефон. Обычно это занимает 2-3 минуты. Наложение заклинаний на людей на расстоянии через сотовые телефоны стало основным методом черной магии в последнее время по нескольким причинам. Во-первых, черным магам-офицерам не надо лично гоняться за каждым преследуемым человеком, как раньше. Теперь они могут насылить порчу на людей из комфорта своих домов или роскошных отелей во время наслаждения частыми эксклюзивными командировками в экзотические страны. Во-вторых, новые агенты не обучены черной магии, но могут оперировать телефоном. Они даже не знают, что работают не на свою страну, а на легализованные частные сатанистские организации и фотографируя преследуемых людей принимают участие в таком тяжком духовном грехе, как черная магия. В-третьих, разные черные маги со всей страны и даже со всего мира могут быть наняты, чтобы постоянно насылать порчу на преследуемых людей. Всем известно, что экстрасенсы могут насылать порчу на человека по его фотографии, записанному голосу или личным вещам. Экстрасенс может наслать порчу на человека два или три раза по одной фотографии. После этого фотография отсоединяется от человека, становится старой и холодной, так что экстрасенсу нужна новая, свежая фотография. По этой же причине мальчики-агенты должны постоянно предоставлять новые видео и аудиозаписи преследуемых людей своим хозяевам. По этой же причине в некоторых религиях запрещается фотографировать и даже рисовать лица людей, а женщины на публике в значительной степени прикрывают свои лица и тела. И по этой же причине сатанисты западных стран абсолютно ненавидят эти обычаи. Интернет-144. Весь интернет, начиная от единственной точки и заканчивая крупнейшими и сложнейшими веб-сайтами, был создан определенными людьми. Это означает, что эти самые люди потенциально могут контролировать каждую существующую точку или веб-сайт. 145. Все основные публичные веб-сайты были созданы и принадлежат многочисленным секретным агентствам и организациям. Они являются идеальным инструментом для мошенничества в бизнесе и политике. 156. Сокрытие правды и распространение лжи. Сбора личной информации, контролирование и манипулирование жизнями людей, незаметного изменения их мнения на различные темы. Наложение на них заклинаний. Вот только несколько примеров их возможностей. Тире наши электронные паштовые ящики. Когда мы посылаем важное электронное сообщение, первыми его читают агенты и они решают, что с ним делать. Агенты могут удалить сообщение и мы будем думать, что абонент получил его и не ответил. Агенты могут ответить на сообщение вместо абонента. Мы будем думать, что общаемся с абонентом. Они могут видоизменить наши сообщения и позволить абоненту получить его или могут видоизменить его ответ. Если ты не проверишь свою папку с массовыми рассылками, они перенаправят посланные тебе персональные сообщения в эту папку. Если это чувствительные ко времени ситуации, например политические или бизнес-переговоры, то они могут отсрочить твои сообщения. Это же они могут делать и с телефонными текстовыми сообщениями. С довольно давнего времени каждый может свободно купить в интернете дешевую шпионскую программу обладающую всеми этими возможностями. 146. Через любой компьютер негативная сила может быть наложена на пользователей. Она может или медленно течь с экрана на пользователя, или ударить его как вспышка. Бывает такое чувство, что невидимый объект высокой тональности и с высокой частотой фибрации на большой скорости из экрана ударяет и проникает в голову человека. При этом наступает шум в голове и ушах, похожий на шум при высоком кровяном давлении. 147. Черные маги секретных служб могут наложить заклинания, наслать порчу, сглаз, на любой веб-сайт. Когда люди открывают такие сайты, они испытывают усталость, дискомфорт и понижение концентрации внимания. Это то, как ощущается духовный яд. Таким образом они саботируют и подсознательно держат людей прочь от преследуемых сайтов. 148. Когда ты заказываешь веб-сайт, твой программист, веб-мастер, всегда попытается стать ответственным за твой электронный паштовый ящик, предложит установить регистрацию посетителей, чтобы иметь их имена, счетчик посетителей и так далее. Они хотят контролировать все веб-сайты в как можно большей степени. 149. Если честный человек имеет интернет-магазин, то они значительно уменьшат его продажи. Во-первых, когда кто-то ищет товар, на первых страницах поисковых результатов показываются только веб-сайты людей работающих на правительство. Затем, как всегда, они используют свое главное оружие, нашлют порчу на его веб-сайт, как описано в 147. Также, его веб-мастер попытается быть ответственным за веб-сайт в как можно большей степени, как описано в 148, чтобы нарушить его работу. 150. Люди должны знать одну вещь. Почти весь интернет был создан и принадлежит спецслужбам. Практически все программисты, кто создает веб-сайты и предоставляют домейны, являются агентами секретных служб. Когда мы в интернете, мы являемся их гостями, и они контролируют все наши действия. Когда мы покупаем компьютер или сотовый телефон, они регистрируются строго на наше имя, чтобы нас отслеживать и контролировать. 151. С самого начала было создано два вида интернета. Первый — это невидимый, или второй интернет. Он предназначен для королевских семей по всему миру, самых богатых людей, главных политиков, руководства секретных служб и других категорий правящей длиты. Этот интернет содержит очень специальные источники информации, услуги, развлечения и магазины, предлагающие товары на основе продвинутых технологий, уникальные долговечные товары с высоким качеством материалов и дизайна, очень особенные продукты питания, такие как натурально выведенные уникальные сорта овощей и фруктов, мясо уникальных пород животных, вода из уникальных источников и подобное. Только компьютеры и сотовые телефоны с определенными серийными номерами и зарегистрированные на имена вышеперечисленных категорий людей, подключены к этому интернету. Этот интернет, вместе с секретными заводами и фермами, производящими вышеперечисленные и другие уникальные товары, является более засекреченным, чем атомные военные базы, поэтому работающие люди никогда не слышали о нем и не знают о его существовании. Второй, тире это обычный, видимый интернет для всех нас, состоящий из обычных услуг и товаров. Таким образом, в наших демократических странах, когда люди принадлежащие к одной тайной категории, смотри 92, мы ищут информацию, услуги или товары со своих компьютеров, они видят одни результаты. Когда люди, принадлежащие к другой категории, делают то же самое со своих компьютеров, то они видят другие результаты. Даже когда правящая элита просматривает наш видимый интернет, они видят более лучшие товары, по более низким ценам и новые товары сразу же, а мы все видим их только на следующий день, что останется. На видимых веб-сайтах знакомств, помимо их собственных сайтов знакомств, они видят профайлы красивых людей, а мы их не видим. А что происходит, когда честный человек открывает честный сайт знакомств? В этом случае спецслужбы саботируют его различными методами. Например, их агенты притворятся жертвами знакомств, начатых на сайте, подадут в суд на владельца, и в течение года сайт будет закрыт по решению суда. Весь интернет является колоссальной машиной обмана. С его помощью небольшая группа богатейших людей выигрывает в любом бизнесе и всегда остается богатыми. И несколько ведущих политических партий побеждают на любых выборах и всегда остаются у власти. Поэтому они стремятся, чтобы все в нашей жизни проходило через их интернет и полностью зависело от него. Демоны не способны делать что-нибудь честно. Все честные, работающие люди должны знать, что уже давно честной конкуренции просто не существует. 152. Счетчик просмотров Счетчик посетителей является очень мощным инструментом в сокрытии правды и перенаправлении людей в ложные направления. Он работает очень просто. Все секретные агентства имеют доступ к счетчикам просмотров почти на всех публичных веб-сайтах. Они всегда уменьшают и держат низким количество просмотров под самыми важными для человечества видеороликами, такими как настоящая духовность, свободная энергия, под видеороликами честных политиков, распространителей правды и так далее. А под дезинформирующими видеороликами своих агентов устанавливают сотни тысяч и миллионы просмотров. Люди обычно доверяют и смотрят те видеоролики, которые уже имеют больше просмотров. Магия против черной магии 153. Как материальный мир был создан? Вначале Бог из своей силы создала идеи того, как материальный мир будет выглядеть и функционировать. Эти идеи являются законами природы. Затем он некоторые законы трансформировал в материальную силу или энергию. Энергия является самой тонкой материей. Далее, энергия трансформируется в конечные материальные, элементарные, частицы. Различные комбинации конечных материальных частиц образуют различные атомы. Различные комбинации атомов образуют различные электроны. Различные комбинации электронов образуют различные молекулы. Различные комбинации молекул образуют различные материальные объекты. Из таких объектов состоит наш материальный мир. Таким образом, природа всецело является формой существования силы. Все что существует в природе в своем корне является чистой силой. Материя дефис это материальная форма существования силы. Когда сила в чистом виде достигает живое существо, она становится его жизненной силой. Повседневные ситуации тоже обладают жизненной силой. Чем больше в них силы, тем более они идеальные, более интересные, романтичные, дружелюбные, комфортабельные, безопасные и так далее. Это ситуации, которые мы создаем и хотим иметь в своей жизни, это ситуации, которые делают нас счастливыми. Материальные предметы тоже обладают жизненной силой. Чем больше в них силы, тем выше их качество, тем более они красивые, полезные, приятные, долговечные. Сила дефис это жизнь и качество. Все хорошее, полезное и ценное, что существует в природе, является проявлением силы. Сила, законы природы, энергия и жизненная сила являются очень близкими друг к другу и могут рассматриваться как одно и то же. 154. Жизненная сила по своим характеристикам похожа на электричество. Мы можем представить подсознание человека в виде электрической батареи, а все его личные качества и жизненные ситуации дефис в виде электрических приборов. Чем больше электричество содержится в батарее, тем лучше работают приборы. Когда электричество уменьшается, происходит сбой в работе приборов. Демоны-это существа без батареи. Они подключены к батареям своих агентов и питаются ими, а через агентов подключены к батареям всех окружающих людей и питаются ими тоже. Таким образом они питаются всей цивилизацией. 155. Когда жизненная сила человека, ситуация или материального предмета изменяется, тогда они сами изменяются соответственно и автоматически. Например, чем большей жизненной силой обладает человек, тем более он умный, счастливый, талантливый, здоровый, красивый и удачливый. Чем большей силой обладает семья, тем более она крепкая и счастливая. Чем большей силой обладает произведение искусства, тем более оно талантливое и ценное. Когда сила материальных предметов понижается до некоторой критической величины, тогда они случайно теряются, ломаются или портятся. Если изменить силу материального предмета на очень глубоком уровне, то он может материализоваться, исчезнуть или изменить свои физические и химические свойства в зависимости от того, как мы изменили его силу. Это же самое происходит и с жизненными ситуациями и случайностями. 156. Сила Бога Дефис – это наша душа, наши глубочайшие подсознания. Чем лучше человек соединен со своей душой, тем большей жизненной силой он обладает и тем лучше он ее контролирует, а также жизненную силу окружающих ситуаций и материальных предметов. Способность умственно контролировать силу является главной естественной способностью всех разумных живых существ. Частями этой способности также являются телепатия, телекинез и все другие психические способности. Но так как демоны заблокировали нашу внутреннюю взаимосвязь с душой, то мы почти не обладаем жизненной силой и не можем ее контролировать. Немногие люди все еще обладают этой способностью в ослабленной и видоизмененной форме, теремой называемых пророками, экстрасенсами и магами. Они пользуются своей собственной естественной способностью управлять и гармонизировать потоки жизненной силы в окружающем мире, чтобы решить жизненные проблемы естественным путем и сделать нашу жизнь лучше. Эти действия также называются магией. 157. Магия Дефис – это широкое разнообразие духовных, психологических и физических методов маниулирования силами, энергиями, живых существ, ситуацией и материальных предметов. Магия в своем корне является не мистикой, а точной наукой энергии, высшим уровнем физики, которые наши ученые только недавно начали открывать. Эта наука лежит в основе всех остальных точных наук и должна быть развита и использована как можно скорее. Все наши поступки в процессе жизни являются ничем иным, как воздействием на свою жизненную силу, а также на силу окружающих ситуаций и объектов. Но так, как мы делаем это снаружи, косвенно, то эти поступки являются очень малоэффективными. Например, когда человек пытается понять правду, он раскрывает силу этой правды внутри себя и становится сильнее. Тренируя свой голос, певец тем самым раскрывает его силу и так далее. В медицине мы используем антибиотики, чтобы убить бактерии и вирусы. На самом деле происходит следующее. Антибиотики имеют различную от бактерий сил. Когда мы их объединяем, сила антибиотиков выпрямляет силу бактерий. На материальном уровне это выглядит так, как будто антибиотики убивают бактерии. Если мы научимся выпрямлять силу бактерий напрямую, без антибиотиков, то они умрут сами, по себе. 158. Черная магия является прямой противоположностью естественной магии. В черной магии человек не обладает своими естественными психическими способностями, но демоны делают всю работу, вместо него пользуясь украденными способностями. Такие магии используют заклинания и ритуалы для контакта с демонами. 159. Когда демоны потеряли душу, они потеряли все ее качества, включая естественные психические способности. Демоны не обладают психическими способностями. Но затем, когда они подключились к внутренней взаимосвязи людей с душой в среднем подсознании, они получили доступ к их психическим способностям находящимся внутри этой взаимосвязи. С тех пор, демоны пользуются психическими способностями людей вместо самих людей. Они отделили людей от их естественных психических способностей в среднем подсознании, так что люди больше их не чувствуют и не могут ими пользоваться. Так как демоны также не имеют и жизненную силу, то они ее крадут у живых существ и природы. Украденная сила становится демонической, негативной. Все это делает эту магию неестественной и нечистой. Поэтому она и называется черной. 160. Когда человек контактирует с демонами и просит их открыть его психические силы и способности, демоны ничего не открывают. Они просто не обладают такой способностью. Вместо этого они проникают в человека и через него начинают манипулировать как им, так и окружающим миром. Такие люди служат для демонов в качестве бесплатных каналов в наш мир. Когда демоны входят в человека, то он чувствует их краденую силу и психические способности и по ошибке воспринимает их как свои собственные. Но это только демоны, кто будет ими пользоваться и решать когда и как ими пользоваться. Они делают это таким образом, что человек не замечает этот трюк. Когда демон желает что-то сделать, человек чувствует это желание в своем подсознании и воспринимает его как свое собственное. Когда он начинает исполнять свое желание, демон использует свои краденые силы и психические способности через этого человека, и человек опять думает, что это он ими обладает и пользуется. Большинство черных магов, офицеров сукретных служб и других преступников никогда понятия не имеют, что ни они, ни их демоны не обладают никакими магическими силами и способностями. Помнишь знаменитый всевидящий, третий, глаз в вершине пирамиды на однодолларовой американской купюре, который символизирует психические способности сатаны? Так вот, глаз тире слепой. Только существа имеющие душу, живые существа, могут обладать этой способностью. 161. Каждый раз когда человек выполняет то, что хотят его демоны, его внутренняя взаимосвязь с душой ослабевает, демоны проникают глубже в него и приобретают больше власти над ним. Довольно скоро эта взаимосвязь полностью разрывается, человек теряет свою душу, и демоны приобретают полную власть над ним. 162. Демоны предпринимают огромные усилия, чтобы держать естественные психические способности людей закрытыми. Для этой цели, когда сатанисты чувствуют, что жизненная сила человека где-либо на земле начинает раскрываться, они просто проходят мимо, накладывают на него специальное мощное заклинание и снова ее блокируют. Так как люди не знают об этом механизме, на протяжении тысячелетий они просто ничего не замечают. Сатанисты также стараются представить все психические способности, как демонические. Одновременно с этим они сами предоставляют людям многочисленные ложные духовные курсы, чтобы заразить их демонами. Секретные службы по всему миру организованно преступно преследуют людей, которые обладают естественными психическими способностями и не присоединились к ним. Демоны смертельно боятся, что люди начнут изучать и массово открывать свои психические способности. Почему они этого боятся? Во-первых, когда люди восстанавливают свои естественные психические способности, то они тем самым забирают их обратно у демонов, так что их теряют. Во-вторых, когда люди обладают психическими способностями, тогда они видят присутствие демонов и их настоящие намерения и цели и сразу же перестают питать их своей жизненной силой. Когда демоны больше не в состоянии воровать жизненную силу, в их мире земля, под их копытами, в буквальном смысле слова перестают их удерживать, и они проваливаются в ад. Когда они проваливаются, они утягивают за собой всех своих агентов, всех кто продал себя им, кто работал на них и принадлежит им. В этот момент в материальном мире все эти люди неожиданно умирают от разных причин. Когда демоны проваливаются в ад, то выхода оттуда больше нет. Это навсегда. Это их самый большой ужас и самый большой секрет от нас. Канада, 2015 звездочка 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 об авторе Аслан Зитиев, родился в 1966 г. В северной Осетии Алании, в городе Арджоникидзе, Владикавказ. В 1989 г. Окончил Северо-Осетинский государственный медицинский институт. С 1989 по 1999 годов. Владел частной медицинской клиникой. Начиная с 1984 г. Опубликовал ряд статей «Устройстве и механизмах жизни», «Устройстве психики человека», «Его подсознательной взаимосвязи с окружающим миром», «Скрытых свойствах мышления». Естественном и эффективном мышлении в личной жизни, в бизнесе, политике, искусстве и других профессиональных областях. Статьи послужили основой для книги «Законы мышления» на заказ, отпечатанной издательством «Центр. Москва» в 1996 году. Автор консультирует по вопросам мышления с 1984 г. В 1993 г. Он разработал уникальный курс обучения под названием «Школа мышления». Российские секретные службы предотвратили его от дальнейшего развития этой, возможно, первой точной гуманитарной науки в истории человечества. Университет в его городе получил секретные рекомендации не присваивать ему звание кандидата и профессора психологии. В 1999 г. он эмигрировал в Канаду. Так же как и в России, канадские университеты получили от местных секретных служб рекомендации не принимать его и его научные открытия. Ему не позволили стать врачом, профессором психологии, опубликовать книгу, даже изучать английский язык в языковых школах, так что он был вынужден изучать его самостоятельно. В 2013 г. книга «Естественные законы жизни человека. Новый вариант законов мышления» на средства автора была издана в издательстве Аутхорхаусе, США, однако вместо распространения и продаж она была спрятана от читателей. В 2014 г. патентный офис библиотеки Конгресса США зарегистрировал книгу, но прислал ему патентный номер, не существовавший в их базе данных. Ответом автора на все преступления российских, канадских и американских секретных служб стала новая книга «Демоны среди людей» 2015. Продолжение следует...